Хищеный убит именно группой джиннов. С этого момента начинаются различные теории, в данном случае их две. Информатор продолжал медленно, шаг за шагом, детально объяснять ситуацию, чтобы даже Чина Юна могла понять происходящее. Первая теория. Чичин он действительно был убит джиннами, так официально заявил миру Чичучхаль. Но существует вопрос, джинны любят работать в группах, так почему же был обнаружен только один отличительный элемент демонической энергии? Нет, это не так. Это никак не могла быть группа джиннов. Чина Юна прервала информатора. Возможно, там был сообщник джинна, но Ким Хаджин джинном не был. Если бы он был джинном, то испускал бы неприятную ауру, характерную для них. Учитывая исключительные инстинкты Чина Юны, она бы не смогла упустить этого. Короче, опусти это и расскажи о второй теории. Но следующая теория еще страннее. Рассказывай. Одна из двух теорий была явно неверна. Тогда оставшаяся должна быть хотя бы чуть-чуть ближе к истине. Однако, Чи Чинон был джинном. Это вторая теория. В тот момент, когда она услышала эти слова, сердце Чина Юны сжалось. Теория заключается в том, что Чи Чинон был джинном, и что ассоциация отдала приказ избавиться от него. Это то, что говорят сторонники второй теории. Чина Юна ничего не сказала. Она полностью перестала думать, как рычаг внутри нее кто-то резко опустил. Для выполнения операции такого размера и уровня потребовалось бы несколько джиннов. Однако, как я уже сказал, на месте происшествия была обнаружена только одна демоническая энергия. Кроме того, в больнице, из которой был похищен Чи Чинон, не было найдено никаких признаков демонической энергии. Не надо. Чина Юна сжала зубы и прервала его. Бесчисленные слова завертелись у нее во рту. Все они были нецензурными словами, наполненными яростью. Но она подавила свой гнев. Извините, не говори таких вещей. Она не должна злиться. Информатор не виноват. По факту, он даже не знает, кто она такая. Чина Юна глубоко вздохнула и продолжила. Это невозможно. Так что посмотри на вещи под другим углом. Например, Объединенная организация людей и джиннов. Что-то такое. Да, понял, ладно, хорошая работа. Что касается твоего бонуса, основанного на результатах, ограниченная версия Reariant Nox игры, выпущенной в 1992 году. Она приложила немало усилий, чтобы получить копию этой редкой игры для своего информатора. По факту, ей удалось получить копию этого артефакта только после использования всех своих личных связей и уплаты 1,5 миллиарда вон. Чина Юна отправила данные игры информатору. Вот он, Хукх. Это же знаменитый Reariant Nox Tien. Продолжай в том же духе. Орегато. Я буду стараться изо всех сил. Звонок завершился, пока информатор задыхался от удивления. Ха. После этого в комнате стало тихо. Вздохнув, Чина Юна погрузилась в кресло. Слова информатора ее сильно ошарашили. Зачем кому-то в интернете придумывать такую чушь? Кем бы он ни был, он заслуживает судебного преследования. Как кто-нибудь вообще может подумать о том, что мой брат был джинном? Он был самым праведным человеком в мире. Он был умнее, круче, красивее и сильнее меня. Ха. Это дерьмо полностью испортило мне настроение. Чина Юна включила компьютер, чтобы поиграть в игру, чтобы не впадать в депрессию. Это была Морбк под названием История Листка. Па. Па. Тем не менее, она выключила его, поиграв всего 15 минут. Это было скучно. По факту, после башни желаний большинство игр стало скучными. Охота на монстров, сбор предметов и повышение их уровня. Только благодаря этому веселью она, хоть и в медленном темпе, но продолжила жить. И мы-ны-ны-ны. Она потягивалась в кресле, когда вдруг заметила лист бумаги на столе. Приглашение в комнату любви. Ха-им-ым. Это был предмет, который мог вызвать любого игрока, был ли он на земле или в башне, в место, где находится владелец. Она взяла его с собой, поскольку превратила его в эффективный товар. Кажется, теперь оно бесполезно. Экстра-7. В нем было что-то подозрительное, но он все равно оставался ее старым учителем. К тому же, он был тем, кто спас ей жизнь. Она сказала себе, что должна искренне поблагодарить его, когда они наконец встретятся друг с другом. Ну, уверена, что у меня будет шанс использовать его в будущем, пробормотала Чен Аюна и положила письмо в ящик стола. 0-1-36. Уже довольно поздно. Она вошла в спальню и легла на огромную кровать. Но, как только она успокоилась, ее мысли вернулись к той теме. Чичин он был джинном. Это было настолько же смешно, даже когда она подумала об этом второй раз. Но если это на самом деле правда, правда, с шансом один на миллион. Правда, что ее брат действительно стал джинном. Конечно, не по своей воле, а в ситуации, когда на кону была его жизнь. Тогда, возможно, то, что сделала Ким Хаджин, не может быть. Действительно убедительнее было предположить, что Ким Хаджин просто притворялся, что убил ее брата. Ким Хаджин явно не мог создать шторм демонической энергии. Черт побери. Чен Аюна агрессивно затрясла головой, а затем взяла контейнер со снотворным из ящика рядом с кроватью. Глык-глык. Она одним махом опустошила контейнер. Этого количества было достаточно, чтобы убить обычного человека, но, чтобы усыпить такого сверхчеловека, как она, это был минимум. Ха. Она вздохнула и снова легла на кровать. Вскоре ее окутало знакомое чувство сонливости. 26 этаж «Истинное царство демонов». 21 этаж «Королевство карт». 22 этаж «Бездна глубокого моря». 23 этаж «Море полумесяца». 24 этаж «Стремящиеся к мечте пустыня». 25 этаж «Мост к концу». Поезд прошел через эти пять этажей и наконец достиг своей цели. 26 этажа. Это наш пункт назначения «Истинное царство демонов». Дальше поезд идти не может. Из 403 рангеров, которые сели в поезд, осталось только 73. С этого момента начинается последняя глава арки башни. Так сказать, зона только для топ-рангеров. Пожалуйста, посмотрите направо. Это башня «Царство демонов», где проживает король демонов. Я повернул взгляд вправо, слушая капитана, чей голос звучал куда серьезнее, чем обычно. Фиолетовые земли, покрытые темным туманом. За туманом виднелся силуэт высокой башни. Башня внутри башни. 26 и краткая, 27 и краткая, 28 и краткая и 29 и краткая этажи были соединены между собой, а 30 и краткая этаж был последним этажом башни. На вершине башни Ким Суха должен будет прийти к решению, встретившись с финальным администратором. Обычные атаки не работают на истинных демонов, только атаки с атрибутом света или, по крайней мере, атрибутами сияния и блеска смогут нанести урон истинным демонам. Я проверил атрибуты десерт ягле. Атрибуты. Лед – 6%, сияние – 4%, тьма – 2%, огонь – 4%, блеск – 4%. Другими словами, 25 выстрелов в истинного демона нанесут такой же урон, как одна пуля в другое существо. Кстати, ледяной атрибут появился после того, как я с помощью десерта ягле убил своего двойника. В любом случае, отныне инициативу на себя возьмет Ким Суха. Все, что я могу сделать, это помочь ему. Конечно, у меня тоже было секретное оружие. Стрела лунного света Афины Ур-11. Разрушительная сила с атрибутом сияния Ур-11. Отражение лунного света. Когда на стрелу упадет лунный свет, она превратится в несколько. Пробивание брони Ур-11. От темной луны к полумесяцу. Количество магической силы, сконцентрированной в стреле, будет автоматически увеличено. Ранее лунная стрела Афины уже исправлена. Стрела лунного света Афины Ур-11. С ней я смогу сражаться против истинных демонов. К слову, у меня так и не появилось времени на то, чтобы добавить к ее описанию дистанционное управление, которое я добавил к своим стрелам из темной руды. Для справки, чтобы добавить дистанционное управление к стреле, мне нужно было потратить чудовищный 1.500А. Хотя это было не так удивительно, учитывая ее высокий уровень и невероятную силу. В любом случае, мне больше не стоит откладывать это. Если продолжу ждать, то могу просто пропустить подходящее время. Я вздохнул и включил свой браслет. Дистанционное управление Ур-1. Для улучшения необходимо 1.500А. Желаете сохранить изменения? Как только я нажал кнопку «Сохранить» за работу взялась моя удача. Уровень дистанционное управление внезапно становится размытым. Дистанционное управление Ур-1. Дистанционное управление Ур-4. Поздравляю. И мым. Этого более чем достаточно. В этот момент дверь специального купе открылась, и внутрь зашли Джейн и Босс. Уф. Это и правда заняло много времени сколько месяцев мы провели здесь? Договорив, Джейн села рядом за мной. Босс недовольно посмотрела на нее. О, кстати, Хаджин. А то, что 30 этаж, последний, правда, нам осталось побывать только на 5 этажах? Да. Но с этого момента нам будет сложно. Ты же слышала капитана, верно? Ага, на самом деле это довольно разочаровывающе. Тех, у кого нет такого атрибута, что, должны страдать. Башня предпочитает хороших парней или что? Несмотря ее ворчание, на губах Джейн была улыбка. Ты выглядишь не особо разочарованный. Ну вообще, так и есть. Да? Тогда почему ты решила войти в башню, хм? О, потому что мне показалось, что будет весело. Если бы все оказалось не так, я бы просто вышла. Джейн ухмыльнулась. В этот момент рядом со мной села босс, которая затем внезапно взмахнула волосами. На моей голове полный бардак. Я позволил боссу продолжать пробормотать самой себе и начал думать о башне желаний. Как и сказала Джейн, в башне желаний было весело. Игроки могли исследовать мир фантазий, отличный от реального мира и, в отличие от других башен, каждый мог рассчитывать на вознаграждение в зависимости от того, сколько усилий он вложил. У меня словно львиная грива. Я не могу выйти на улицу в таком виде. Босс снова махнула волосами в мою сторону. Запах ее шампуня вернул меня к реальности. Хочешь, чтобы я причесал тебя, хм? Ну, если хочешь. Хорошо, хорошо. Я вскочил на ноги и начал расчесывать ей волосы. Волосы двигались согласно движениям расчески из эфира, а босс мягко вздохнула, лежа на диване. Она, кажется, искренне наслаждалась процессом. Босс такая милая. О, точно, Хаджин. Внезапно Джейн вручила мне несколько документов. Что это? Спросил я, не отрываясь от своего занятия. В прошлый раз ты сказал, что планируешь продолжить охоту на джиннов. Поэтому я составила список возможных целей. Каждый из них минимум лидер команды, а цена за голову любого из них огромна. После этих слов я взял документы одной рукой. Как и ожидалось, список был полон печально известных имен руководителей групп джиннов. Но как тебе удалось собрать все этого едино? Я сделала это внутри башни. Здесь так много людей, которые готовы сделать почти все что угодно, если им предложить достаточно об. Скорее всего это из-за того, что даже умерев пару раз, ты все равно воскреснешь. Ага, хорошо, спасибо. Я положил документы в свой инвентарь. Я избавлюсь от всех джиннов в списке в течение месяца. Но в этом списке их 200. Тогда за два месяца. Однако, продолжая расчесывать волосы босса, мне в голову пришла еще одна мысль. Охота на джиннов означает, что я 100% привлеку их внимание. Привлечение их внимания означает, что я буду подвергать опасности не только себя, но и свою семью. У меня только два члена семьи. Ивандели Хаин, Хаймым. Прежде чем начинать полномасштабную охоту, мне нужно переместить их в более безопасное место. Я не могу полагаться на ассоциацию или башню магии. Это должно было быть место, где Ивандели будет в безопасности и уюте. В моей голове внезапно появилось кое-чье имя, а по телу слова пробежал электрический ток. Человек, которого Ивандели хотела встретить больше всего на свете, Рычел. Если возможно, я бы хотел рассказать Рычел об Ивандели. На самом деле, даже если Рычел не захочет знать, мне все равно в какой-то момент придется рассказать ей. Но как она будет относиться к ведьме, которая похожа на нее? Готова. Я довел волосы босса до идеального состояния. Она заколебалась, словно хотела еще, но вскоре встала. Тем временем я включил мессенджер и открыл чат с Цаптайн Бритайн. Я все еще был обеспокоен и скептичен, но это было обещание, которое я дал Ивандели в качестве ее опекуна. Даже сейчас она должно быть усердно тренируется, ожидая того дня, когда ее желание сбудется. Дня, когда она наконец встретится с Рычел. Рычел Си. Настало время принять решение. Я отправил Рычел сообщение. Вскоре мне пришел довольно напряженный ответ. Цаптайн Бритайн. Да, ху. Я глубоко вздохнул, а затем задумался над тем, что мне сказать. В конечном итоге я решил не усложнять никому жизнь. Если уж взялся за что-то, будь добр сделать дело до конца. Да, давай на следующей неделе встретимся на земле. Цаптайн Бритайн. Э, ой, прости. Я не смогу. Сейчас в Кривоне все очень плохо. Все даже хуже, чем во время Имдинской войны. Имдинская война. Другие названия. Имджинская, Имджинская или Японокорейская война. Война на корейском полуострове в период с 1592 по 1598 годы, включающая два неудачных вторжения японских сил в Корею. Она знает даже об этом. Ну, в наши дни история Кореи была обязательным предметом во многих странах. После того, как Корея стала мировой державой, история Кореи стала куда более распространенной темой. Корейская война также стала считаться одной из самых важных войн в истории. Это не займет много времени. Я напечатал ответ, но так как его было недостаточно, я вскоре отправил еще одно сообщение. Я слышал, ты фанатка Фенрира 1. Глава 313. Индивидуальное действие. 2. Я слышал, ты фанатка Фенрира 1. Ответ пришел через пять минут после отправления моего сообщения. Цаптайн Бритайн. Что ты имеешь в виду? Просто глядя на ее сообщение, я мог понять, насколько она нервничала. Я улыбнулся и напечатал ответ. Я слышал это от Божественной лучницы. Я уверен, что ты сказал это, чтобы сблизиться с ней. Я представлял, как все это происходило. Рычал, вероятно, ничего не могла сказать Чин Сэйон, когда они впервые встретились и, переполненная восхищением, только молча смотрела на нее. Затем, прежде чем они расстались, она наконец набралась смелости, чтобы спросить у Чин Сэйон ее никным, чтобы добавить ее в друзья. Несмотря на то, что Рычал не смогла ничего сказать лично, она, несомненно, впоследствии отправляла длинные текстовые сообщения. Цаптайн Бритайн. Ты встретил героя Чин Сэйон ним? Да, она лично рассказала мне об этом. Кажется, это сильно шокировало ее, поскольку сообщение от Рычал не приходило довольно долго. Пока ждал, я подозвал Спартана. Мне нужно было, чтобы пока я буду на земле, он выполнил определенную миссию. Спартан. Пуруру. Ты же видишь красивого парня, о котором я сейчас думаю, верно? Я специально подумал о Ким Сухо. Шелковистые каштановые волосы, глаза такие же ясные и глубокие, как океан, и острые и четко выраженные черты лица. Его внешность была даже слишком подавляющей. Его зовут Ким Сухо. Следи за ним. Пуруру. Спартан неохотно, но все же кивнул. Он, кажется, немного повзрослел, поскольку стал немного послушнее, чем раньше. Хороший мальчик. О, точно. Я на всякий случай зашел в аукционный дом. Аукционный дом. Благодаря всем использованным предметам, которые я впоследствии продал, мой уровень пользователя аукционного дома достиг максимума. Моим клиентом номер один был Цаптайн Бритайн. Однако в то же время покупал я предметы намного реже. В конце концов, я мог просто сделать их сам. Несмотря на это, поиск прозрачный плащ. Всего было найдено два предмета. Зачарование это то, чего я сделать не мог. Добавление определенного магического эффекта было очень трудным занятием, и даже если бы мне это удалось, сам процесс занял бы слишком много времени. Поэтому зачарованные предметы мне покупать просто-напросто приходилось. Прозрачный плащ УР-6. Текущая ставка 11.000. Для мгновенной покупки 35.000. Время до окончания аукциона 3.13.23. Я нажал купить немедленно. Хотя это стоило 35.000. У меня было более чем достаточно денег как внутри, так и снаружи башни. Вы приобрели прозрачный плащ УР-6. Купив прозрачный плащ, я разрезал его, подгоняя под тело Спартана. Используя свою ловкость рук и ножницы, я закончил всего за 10 минут. Затем я заставил Спартана надеть милый плащ, который сделал. Если окажешься в опасности, немедленно убегай, хорошо? Пуруру. Хороший мальчик. Затем я взглянул на чат. Видя, что Рычел еще не ответила, я решил поискать еще один предмет. Поиск книга получения особого скилла «Зачарование». Всего было найдено 0 предметов. Боже, да когда она уже появится? Я не мог сказать, была ли эта книга скилла такой редкой. Или же люди покупали его в тот же момент, когда она появлялась. Скорее всего и то, и то верно. Однако я так и не смог застать книгу получения особого скилла «Зачарование». Это был последний элемент, необходимый для завершения моего концепта вооружения до зубов. Может попробовать побросать кости? Внезапно мне в голову пришла интересная идея. Игральная кость рандома, бонусный скилл, который я получил, воспользовавшись черным билетом, теперь находилась на 6 уровня. В настоящее время я не ожидал многого от костей, которые бросал ежедневно. Теперь, во второй половине башни, мне действительно перестало не хватать каких-то предметов. Ну, попытка не пытка. Давай, зачарование. Я же все равно ничего не потеряю, если попытаюсь. Я вынул 4 кубика из своего инвентаря и бросил их, думая только о зачаровании. Возможно, из-за высокого уровня игральных костей рандома, все 4 кубика стали книгами получения скилла. Конечно, шанс, что зачарование будет среди них, был невероятно низким. А, я наклонил голову, глядя на одну из 4 книг. Книга получения особого скилла, 4-х цветные зачарования, уртри. Это сработало, причем мне выпало 4-х цветные зачарования, что звучит даже лучше, чем обычные. Мне, что, серьезно нужно было просто бросить кости. Почему я такой тупой? 4-х цветные зачарования, уртри. Усиленное добавление магии, эффективность зачарования повышена. 4-х цветные атрибуты, уртри. Из атрибутов, которыми обладает пользователь скилла, к предмету можно добавить до 4 атрибутов. Этот скилл, несомненно, стоил изучения. Я немедленно использовал книгу скилла. В этот момент поезд начал замедляться. Мы прибудем на станцию 26 этажа уже совсем скоро. Готовьтесь, пока по поезду звенел голос капитана, я получил сообщение. Цаптайн Бритайн, давай встретимся на следующей неделе. По какой-то причине она казалась лишенной энергии. 26 этаж, истинное царство демонов. Ким Суха сошел с поезда. Густой туман и фиолетовая земля были первым, что поприветствовало его. Здесь скрывается невообразимый монстр. На вокзале была табличка, которую Ким Суха прочитал вслух. «Эй, ты собираешься продолжать взбираться выше?» Спросил стоящий рядом с ним ли Йонхан, дрожащий всем телом. Ферманы ушли, и даже Чен Аюна вернулась домой. «Так почему же ты так сильно хочешь подняться на башню?» Ферманы сказали, что у них проблемы с семьей, и вышли на 24 этажи, добавив, что скоро вернутся. В настоящий момент они, вероятно, сражаются с монстрами в Италии. «Мне нужно продолжать подниматься. Почему?» «Не похоже, что башня исчезнет, если ты немного подождешь. Все будет нормально, если ты немного подождешь, чтобы стать сильнее». Ли Йонхан, казалось, боялся подниматься выше. Ну, просто. Тем не менее, без малейшего намека на сомнение, Ким Суха уставился на башню короля демонов, гордо возвышающуюся где-то вдали. «Я думаю, что обязан подняться на вершину». Глядя на башню короля демонов, в его голове поднялось сильное стремление. Ему казалось, что причина, по которой он пришел на землю, была где-то там. «Но почему?» «Я не знаю, что ты сказал». «Ай». В этот момент Ким Суха или Йонхана окликнул знакомый голос. «Это была Айлин, дракон человечества. Ты же один, верно? Не хочешь пойти с нами?» «М, здрасте. Разве вы не видите, что здесь еще есть я?» Глаза Айлин были сосредоточены только на Ким Суха. Слегка обиженный, Ли Йонхан указал на себя. Айлин сразу ответила. «Я вижу тебя, но по какой-то причине я не думаю, что ты собираешься подниматься выше». «Нет, собираюсь». Ли Йонхан схватил Ким Суха за руку. Ему ничего не придется бояться, если он окажется в группе Айлин. Ким Суха внутренне хмыкнул. «Я иду с Суха. Мы в комплекте». «Что ж, конечно. Ну, так ты пойдешь с нами?» Ким Суха собирался кивнуть в знак согласия, но остановился, увидев стоявшего возле Айлин парня, который пристально смотрел на него. Это был Шин Джон Хак, а он тоже не против. Айлин указала на Шин Джон Хака и пожала плечами. Как она и сказала, Шин Джон Хак, похоже, не противился этой идее. Ли Йонхан был в замешательстве. Шин Джон Хак был готов сформировать группу с Ким Суха. Его, что, поглотил двойник. «В таком случае, я с удовольствием вступлю к вам». Ким Суха кивнул, и перед ним сразу же появилось системное окно. «Айлин и дети приглашают вас в группу. Хотите принять приглашение?» Ким Суха нажал «Да». Вот так Ким Суха, Чин Сы Йон, Шин Джон Хак, Айлин, Ли Йонхан и Ли Йонхан превратились в членов одной группы. Хороший выбор. Как я и думала, ты знаешь, какую дорогу выбрать. Я слышала, у тебя полноценный световой атрибут. «Да, все верно. Магическая сила Ким Суха была на сто процентов пропитана атрибутом света». Услышав это, Айлин счастливо рассмеялась. «Хе-хе-хе, мне это нравится. Мальчик, ты не думала присоединение к храму правосудия? Нет, это, и в этот момент, бам, 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 с удручающим звуком шагов из поезда вышел человек, похожий на гиганта. Голова Айлин естественно повернулась к нему, а затем она нахмурилась. Это он. Эти два слова обладали целым множеством значений. Большинство рангеров были слишком напуганы, чтобы даже прикоснуться к этому человеку. Однако Айлин бесстрашно подошла к этому гиганту с остальным телом, что было больше, чем у большинства людей. Вскоре Чок Чинген тоже заметил ее смелые шаги. «Ай, Айлин встала перед мужчиной, который был как минимум на 60 см выше нее. Что тебе нужно?» Раздался глубокий голос Чок Чингена. Айлин было трудно смотреть на него снизу вверх, поэтому она подняла себя магической силой. Стоя на пушистом облаке магической силы, она посмотрела Чок Чингену в глаза. В ответ Ген тоже ошарашенно уставился на нее. «Ты что хочешь, чтобы я долбанул тебе головой? Твой череп мгновенно лопнет. Заткнись. Скажи мне, где находится черный лотос?» Чок Чинген нахмурился. «Черный лотос?» «Да. Думаешь, ты мне вообще интересен? Почему ты спрашиваешь о нем меня? Хах. Ты думаешь, я тупая? Вы в одной группе. Так что поторопись и расскажи мне, где он, прежде чем я использую духовную речь. Какая неразумная женщина. Неужели ее мозг перестал взрослеть в обмен на духовную речь? Думая о нелепости ситуации, Чок Чинген вздохнул. Ты сможешь встретиться с ним, если продолжишь подниматься на башню. Что? Айлин, Чин Сэйон, Ким Суха и остальные члены группы заинтересовались тем, что только что сказал Чок Чинген. Все верно, поскольку он всегда наблюдает за вами, ребятки. За нами, это угроза, в разговор вмешалась Чин Сэйон. Черный лотос наблюдает за ними, это не похожий на блеф. Учитывая способности черного лотоса, его стрелы могут пробить их шеи в любое время. Нет, этот парень я не знаю почему, но он хочет, чтобы вы все зачистили эту башню. Пардон, что это значит? Объясняй. Хмпф, перестаньте доставать меня и отвяньте. Особенно ты, чертова мелкая. Говоря, Чок Чинген буравил взглядом Айлин. Мелкая, однако, рост был самым большим комплексом Айлин. Магическая сила вспыхнула над ее головой, но в ответ Чок Чинген лишь ухмыльнулся и сжал кулаки, словно этого он и хотел. Леди Айлин, пожалуйста, успокойтесь. На этом этапе у игроков нет причин сражаться. Чин Сэйон и Ким Суха сразу же встали между ними. Даже так Айлин еще долго пристально смотрела на Чок Чингена и только после этого мило фыркнула. Хмпф, я знаю, такие парни, как ты, вероятно, не смогут даже поцарапать демонов из-за того, какой греязной жизнью живут. Если не хочешь быть убитым демоном, предлагаю тебе вернуться на землю. Ха-ха. Критика Айлин казалась в какой-то степени правдивой, но Чок Чинген, сжав шар магической силы в своей руке, сразу же доказал, что это неправда. Гуа-а-а. Синий энергетический шар создавая ряб в воздухе. Хотя в нем были и другие атрибуты, основным явно был свет. На что по-твоему это похоже? Что за фигня? Не зазнавайся, малышка. Чок Чинген развеял свой энергетический взрыв, а затем прошел мимо группы Айлин и без колебаний покинул станцию. Бам-бам. Привлекая внимание многочисленных рангеров, он в одиночку пошел в лес 26 гуэтажа. Его спина источала ауру героизма и уверенности. Ах, точно. Внезапно Чок Чинген закричал. Его голос был словно гром, когда он наполовину повернул голову и посмотрел на группу Айлин. Причиной его действий было чувство того, что он слишком многое разболтал о черном лотосе. Если ты хочешь найти черного лотоса, сделай это после того, как победишь меня. Что? Однако группа Айлин истолковала его слова иначе. Для них его слова обладали ясным посланием. Черный лотос был кем-то, чьих команд слушался даже этот устрашающих здоровяк. Все-таки, они уже знали, что черный был самым сильным цветом в группе Хамелеона. Пока группа Айлин думала и беспокоилась о черном лотосе, который якобы наблюдал за ними, Чок Чинген исчез в лесу истинного царства демонов. Нам тоже нужно идти. Не о чем беспокоиться. Да. Группа Айлин также вышла на 26 этаж, выбрав отличное от здоровяка направление. Земля. Подземный тренировочный центр Иван Дель. Я посетил подземный учебный центр, как только вернулся на землю. Ахин, которая занималась тренировкой Иван Дель, на секунду остановила урок и подошла ко мне. Ну как все идет? Спросил я. Она уже на уровне 6-7 звездочного мага-призывателя. О, серьезно? Да, но это только в магии призыва, число существ, с которыми она может справиться, лишь немного меньше моего. Другими словами, Иван Дель была на уровне 6-7 звездочного мага с точки зрения качества призываемых существ и техники командования, но была на уровне 7-8 звездочного с точки зрения количества существ. Это поразительно. Это не просто поразительно. Это невероятно, особенно ее волк и тигр. Волк – финальный босс с псовых, и тигр – финальный босс с кошачьих. Черногривый финрер лежал в стороне, словно одинокий самурай, в то время как золотой великий тигр был внушителен, словно повелитель поля битвы. Эти двое становятся сильнее вместе с Иван Дель. На данный момент они находятся на вершине среднего ранга, но то, что они достигнут высокого ранга, является лишь вопросом времени. Понятно. Тогда я этого не знала, но, похоже, ты хорошо ее воспитал, КХМ. Иван Дель и я провели много времени вместе, но на самом деле я не думал, что хорошо ее воспитал. На мой взгляд, потенциал, с которым он родилась, и высококлассные предметы, увеличивающие скорость роста от простого их ношения, которые я ей дал, были ответственны за то, какой Иван Дель стала. В этот момент АХМ потерла подбородок и пробормотала. Она очень похожа на кое-кого, как на нее не посмотри. На кого, Рычел. Я не так давно познакомилась с ней. Я улыбнулся. Как и сказала АХМ, Иван Дель и Рычел выглядели одинаково. Было бы нормально сказать, что она была миниатюрной версией Рычел. Единственным отличием было то, что Иван Дель была милее, поскольку Рычел была скорее красивой, чем милой. Иван Дель. Закончив разговор с АХМ, я подошел к Иван Дель, которая лежала на полу, используя хвост Фенрира в качестве подушки. Когда услышала, как я зову ее, она сразу же вскочила на ноги. Ун. Хаджин. Я усердно тренировалась. Очень, очень усердно. Она вбежала в мои объятия и настойчиво обратила мое внимание к усилиям, которые приложила. Я знаю, я слышал от твоего учителя. Вот я и подумал. Я приблизился к Уху Иван Дель. Хотя я все еще немного колебался, время пришло. Как ее опекун я должен принять правильное решение. Поэтому я прошептал, давай встретимся с Рэчел. Иван Дель сразу же застыла. Она не сдвинулась ни на дюйм, как будто окаменела. Простояв так некоторое время, Иван Дель сказала лишь одно слово. Правда? Я кивнул. Тем не менее, Иван Дель посмотрела своими большими глазами, не имея возможности выразить свои чувства. Правда, правда? Конечно. Я же обещал тебе, верно? Обещал, что позволю встретиться с ней, если будешь усердно тренироваться. Правда, правда, правда. Да, но в обмен. Я поднял указательный палец. Обещай мне одну вещь. Англия, Мерсисайт. Я, Иван Дель и Хайн, наконец снова прибыли в Англию. В течение дня мы прогулялись по всем достопримечательностям, и пока мы гуляли, я рассказал Иван Дель о рыцарской культуре Англии. В итоге возбужденная Иван Дель носилась по Англии аж до 11 вечера. Иван Дель, ты же сейчас пойдешь спать? После целого дня веселья мы вернулись в наш отель, Иван Дель. Когда я обернулся назад, Иван Дель с Хайн на руках уже спала. Кажется, пришло время начать делать свою работу. Я вынул список джиннов, который дала мне Джейн. Один из них жил прямо здесь, в Мерсисайде, Англия, Мерсисайт, Круг Левин. Круг Левин. Он был руководителем организации «Убойное уничтожение» группы джиннов, специализирующейся на торговле людьми и знаменитой своим каннибализмом. Согласно документам, которые передала мне Джейн, Круг Левин вел свой бизнес в Мерсисайде. Я спросил книгу «Истины» о его нынешнем местонахождении. 53 градуса 32 35 5 Н 3 градуса 0 5 34 8 Дубль В. Книга «Истины» выдала мне необходимые координаты, после чего я открыл окно отеля и спрыгнул вниз. Хотя мы были на 15 этаже, высота не имела для меня никакого значения, хоп. Мягко приземлившись на землю, я достал супермашину гномов, которую я превратил в карту. Щелчок пальцами, и супермашина уже передо мной. Однако изначально она была слишком заметной, поэтому, используя зачарование, я добавил к ней магический эффект. Трансформация. Снегоход разобрался, а затем начал перестраиваться в мотоцикл. Это был не эффект зачарования, но аналогичная десерт-яглеу функция, которую я добавил, заплатив «Ай». Запрыгнув на появившийся мотоцикл, я активировал эффект зачарования. Темное путешествие. Это зачарование было создано с помощью сущности тьмы, извлеченной из темной руды и камня маны. Как только я активировал эффект, мое тело и золотой мотоцикл растворились во тьме. Мы стали прозрачными, словно туман, что был частью самой тьмы. Закончив с подготовкой, я нажал на газ. Шва-а-а, мотоцикл двинулся вперед, пяти минут было достаточно, чтобы добраться до местонахождения Крука Левина, окраина Мерсисайда, подвал подозрительного здания. Круг Левин из убойного уничтожения заключал сделки, связанные с торговлей людьми именно в этом месте. Этот парень выглядит аппетитно. Оставь его на потом. Я превратил десерт-ягле в снайперскую винтовку. Одной пули было достаточно. Моим пулям больше не мешали препятствия. То, что они под землей, совсем не важно. Мне нужно только нажать на курок. Мне даже больше не угрожало то, что меня могут обнаружить. Все-таки мой пистолет теперь не издает звуков при стрельбе. В связи с этим, я спокойно нажал на курок. Снайперская пуля беззвучно бросилась вперед. Нет, нет, этот парень чертовски бесполезен. Просто убей. Его предложение было прервано и больше никогда не продолжится. На этом я не остановился. Я пристрелил всех джиннов, что были с кругом. Пули, словно осенний дождь, хлынули с неба. Атака, которая бросала вызов законам физики, легко перебила всех джиннов под землей. Прежде чем они успели среагировать, подвал здания вскоре опустел. Джинны не оставляли после себя трупов. На следующий день мы с Ивандель вышли в город. Встреча с Рычелл была на шесть. Но перед этим я хотел поиграть с Иванделей и уменьшить ее нервозность. Я уже все спланировал. Парк развлечений, в который мы не смогли пойти вчера. Три-звездочный ресторан Мишлин, Биг Бен, Букингамский дворец. Мы весело провели время, путешествуя по Англии. И наконец остановились в нашем конечном пункте назначения, Британском музее. Ува, я не знал, что Ивандель так любил музей. Она взволнованно бегала от экспоната к экспонату. Я улыбался, следуя за ней по пятам. На часах было 17.45. До обещанного времени осталось всего 15 минут. Поскольку мы договорились встретиться в этом музее, Иванделя Рычелл вот-вот увидит друг друга. Ху. Чем больше я об этом думал, тем сильнее билось мое сердце. Нервничая, я схватил Ивандель за руку. Ивандель с застенчивой улыбкой сжала мою руку. И тогда... Хаджин Си? Кто-то окликнул меня. В этот момент время, казалось, остановилось. И застыл не только я. Ивандель сделала то же самое. Я глубоко вздохнул и успокоил свое колотящееся сердце. Голос, что щекотал мои уши, и духи, что касались моего носа, Несомненно, принадлежали девушке, которую я знал. Нет никаких причин нервничать. Я просто должен вести себя естественно, просто естественно. Я медленно обернулся, как и ожидалось, там стоял Рычал. Здравствуй, Рычал Си. Да, давно не виделись. Рычал осмотрела меня. Итак, о чем ты хотел поговорить? Ей потребовалось время, чтобы понять, что я держу кого-то за руку. Ее глаза естественно упали на ребенка рядом со мной. Ребенка, что был невероятно сильно похож на нее. Ребенок тоже посмотрел на Рычал. В ее красивых глазах был намек на страх, а также на волнение и счастье. Иван Дель на что-то надеялась. Вот так Рычал и Иван Дели уставились друг на друга. Глава 314. Индивидуальное действие. 3. Башня желаний. 26 этаж. Истинное царство демонов. Группа Айлин и Дети в настоящее время потерялась в лесе очарования. Одном из регионов царства демонов. Прошла неделя с тех пор, как они впервые отправились в путешествие. Но они все еще были в нескольких милях от башни короля демонов, которая возвышалась вдали. Я признаю, я выдохлась. Даже Айлин, наконец, призналась, что устала. Каждый демон, с которым они столкнулись, был столь же силен, как и монстр-босс. А когда появлялась целая стая демонов, как например произошло только что, команде приходилось сражаться целый день, чтобы выжить. Из-за того, что эффективны только атаки с атрибутом света, это и правда тяжело. Чин Сэйон тоже вытирала подсалба. Они с большим трудом смогли одержать победу в своей битве против 13 демонов, но последствия этого сражения были серьезными. Шин Джон Хак и Ли Йон Хан осознали, что, даже выкладываясь на 100%, преодолеть барьер своего атрибута просто невозможно. В связи с этим, они вернулись на 21 этаж, королевство карт, чтобы купить оружие с атрибутом света или хотя бы сияния, а также парочку зачаровывающих карт. А ты не так уж и плохи, хах. В итоге, на 26 этажей осталось только 4 человека. Айлин посмотрела на Ким Суха и прокомментировала. Во время последней битвы вклад Айлин составлял 50%, и целых 30% принадлежали Ким Суха. Просто мой атрибут подходит для борьбы с демонами. Дело не только в атрибуте. Благодаря своим способностям ты будешь в мгновение ока повышен до героя высокого ранга. Нет, ты уже на этом уровне. Разве ты не думаешь, что сможешь победить вон ту самопровозглашенную лучницу мастер ранга? Ким Суха слегка улыбнулся. Нет, вы слишком добры, кхм. В любом случае, леди Айлин, как вы думаете, где сейчас Черный Лотос? Чин Сэйон, наконец, решила задать вопрос, который вертелся у нее в голове уже долгое время. Чок Чин Ген сказал, что Черный Лотос наблюдает за ними. Однако за все это время он не помогал, не атаковал. Я не знаю. Вероятно, он откуда-то наблюдает за нами. Айлин бездумно посмотрела в небо. Однако она внезапно заметила орла, летящего по серому небу царства демонов. Вау, орел, так орлы живут даже в таких местах? Айлин продолжала изумленно смотреть на птицу, как вдруг ее поразила молния озарения. Э, заметив ее интересную реакцию, остальные члены группы тоже посмотрели в небо. В чем дело? Ребята, разве он не странный? Эм, смотрите, вон там. Чин Сэйон и Ким Суха обратили свои пронзительные взгляды на орла. Им не потребовалось много времени, чтобы понять, что имела в виду Айлин. На орле был странный плащ, он без сомнений был сделан человеком. Первым тишину нарушил Ким Суха. Домашняя птица? Разве не похоже, что он хочет, чтобы мы последовали за ним? Ты тоже так думаешь, Кейк? Орел громко вскрикнул, будто соглашаясь с ними. Но посмотрите на его плащ. Он выглядит лучше моего. Хэм, подождите минуту. Внезапно в голову Айлин забрела свежая мысль. Замерев, она пораженно прошептала. У черного лотоса есть своя птица? Я не слышала никаких слухов об этом. Но он действительно выглядит так, будто кому-то принадлежит. И мне кажется, что у него под плащом еще и доспех. Хорошо сделанный черный доспех, ответила Чин Сэйон. Айлин, грызя ногти, торжественно посмотрела на орла в небе. Черный. Итак, значит. Да, я думаю, вы правы, леди Айлин. Чин Сэйон, не расслабляя своего сурового лица, продолжила. Черный лотос зовет нас. После этого все замолчали. Они тупо посмотрели друг на друга, кивнули и начали преследовать орла. А мы дреминг? Я, что, сплю. Это было первое, что сказала Рычел. По появившемуся ни с того ни с сего английскому, я понял, насколько она удивлена. Заметив ее пустой взгляд, я понял еще кое-что. Рычел не забыла об Иван Диль. Это была совсем не первая встреча Рычел и Иван Диль. Их первая встреча произошла давным-давно, на последней неделе нашего первого курса в Кубе. Иван Диль, который в то время была семечком, внезапно вылупилась на экзамене. Сразу после того, как вылупилась, она вцепилась за Рычел, а не за меня. Первое, что Иван Диль сказала Рычел, было простым, но значимым словом. Мамочка, ты не спишь? Договорив, я дал сигнал Иван Диль. У-у-у-у. Это была встреча, которую она ждала целую вечность. Иван Диль шагнула вперед со всей своей серьезностью. Вероятно, этот шаг требовал всей храбрости, которую она смогла накопить за свои пять лет жизни. Здра- здравствуйте. Иван Диль положила руки на живот и поклонилась. Рычел посмотрела на Иван Диль, несколько раз моргнула, а затем снова перевела взгляд на меня. Хаджин, Хаджин Си, да, я пытался сохранять спокойствие. Но в то же время меня затопило сожаление. О чем подумает Рычел, столкнувшись с ребенком, который был точно ее копией? Действовал ли я слишком эгоистично, не обращая внимания на чувства Рычел, пользуясь удобным предлогом заботы об Иван Диль? Но то, что Рычел сказала дальше, было настолько шокирующим, что я забыл обо всех беспокойствах. Ты из будущего, прости, будущее. Я потерял дар Рыча и в то же время чувствовал себя немного виноватым. Раньше я и правда знал будущее, но теперь эти времена в прошлом. С этого момента, перед нами будет лишь то, о чем я ничего не знаю. Из будущего, я ошибаюсь, ты тогда откуда этот ребенок? Покраснев от шеи до ушей, Рычел указала на Иван Диль. Пока все это происходило, Иван Диль продолжала представляться. Рычел, меня зовут, Иван Диль. Она озвучивала слова, которые практиковала десятки раз. Прежде чем мы пришли сюда, Иван Диль пообещала мне одну вещь. Не торопить события с Рычел, чтобы она не чувствовала давления. А, о, эм, зэ, здравствуй. Рычел тоже наклонилась и поклонилась Иван Диль. Ее глаза все еще дрожали от удивления. Иван Диль продолжила. Меня, меня зовут Иван Диль. Ах, эм, да, Иван Диль. Я Иван Диль. Мою подругу зовут Юнь Хайон. Моего котенка, Хайн. Иван Диль панически снова и снова повторяла одни и те же слова. Рычел переводила взгляд с девочки на меня, явно не зная, что ей делать. Ответственным за прояснение и исправление ситуации явно был я. Эм, дело в том. Принцесс, принцесса. Внезапно рядом появился телохранитель Рычел. Высокий европеец наклонился вперед и начал что-то шептать Рычел на ухо. Ес, да, ластникхт. Прошлой ночью. Он говорил по-английски. Благодаря телохранителю эти двое, кажется, немного успокоились. Но теперь Иван Диль сердито смотрела на охранника рядом с Рычел. Это было милое проявление ревности. Двадцать минут спустя. Я был внутри Букингымского дворца резиденции королевской семьи. Дворец был таким же красивым и элегантным, как и все картины и фильмы, что я видел о нем. Ну что ж, теперь Рычел привела нас в пустую приемную. Прежде чем мы начали говорить, Рычел посмотрела на Иван Диль, сидящую рядом со мной. Иван Диль смотрел на нее даже слишком сверкающими глазами. Рычел, кажется, решила, что это очень мило, поскольку уголок ее рта слегка задрожал. Это был хороший знак. Ху, кху кахаем. Тогда, питомец, ну то есть семечка, что у тебя было, когда мы учились в Кубе это? Да, она появилась из того семени. Я представил Иван Диль не как ведьму, а как фею. Ведьму можно назвать ведьмой, если она была такой выращена, но кто сможет назвать нынешнюю Иван Диль ведьмой? Она абсолютно точно не из будущего. На мгновение Рычел замолчала. Ее лицо было красным, как помидор. Кто знает, о чем она сейчас думает? Из-за светлой кожи, ее помидорность выделялась еще больше. Кхм. Рычел снова кашлянула, а затем заговорила. Да, но, честно говоря, мне трудно в это поверить, как фея может вылупиться из семечка. Услышав ее замечание, я почесал шею. Дело не в том, что я ее не понимал, просто, как однажды сказал Шерлок Холмс. Когда вы устранили невозможные варианты, все, что остается, каким бы невероятным оно ни было, должно быть правдой. Других объяснений нет. Нет, вместо того, чтобы верить в то, что из семечка появилась фея, куда более вероятно, что ты и правда из будущего и, кажется, Рычел полностью поглотила теория о будущем. Хотя, то, что она не смогла закончить предложение, было похоже на то, что она и сама думала, что теория абсурдна. Я попытался отвести ее от научной фантастики. Ну же, то, что ты говоришь, имеет еще меньше смысла. Если Эвандели с будущего, то, ты, несомненно, ее мать, но как насчет отца, кто отец? Ах, Хаджин, теперь я могу звать тебя папой? Хах, мы оба замерли от невинного вопроса, Эвандели. Никаких движений, абсолютная и тяжелая тишина. Внезапно Рычел прищурилась и с сомнением посмотрела на меня. Я отрицательно покачал головой, но ее щеки уже покраснели. Нет, это, неважно, я рассказал тебе правду. Это все, что я мог сказать. Тем не менее, Рычел долго смотрела на меня, а затем сухо кашлянула и перевела взгляд на Эвандели. Ты говорила, что тебя зовут Эвандели, верно. Это был единственный вопрос, которого ждала Эвандели. Да, Рычел одарила Эвандели нежной улыбкой. Приятно познакомиться. Мне тоже приятно познакомиться. Я давно хотела встретиться с вами. Она, безусловно, не нарушала обещания, которые дала мне, а именно, держаться на расстоянии и приближаться к Рычел постепенно. Она очень выросла. Меня внезапно переполнили родительские эмоции. Ум, понятно. Подожди минутку. Рычел неожиданно включила свой браслет и начала печатать на голограммной клавиатуре. Через несколько секунд мой браслет завибрировал. У меня много вопросов, но пока что я позволю им побыть в стороне. Сообщение было от Рычел. Предполагаю, она хотела сообщить мне об этом через чат на случай, если это может как-то обидеть Эвандели. Это правда, что ты привел ее сюда, потому что она хотела меня видеть. Я спокойно ответил. Да, но это еще не все. Эвандели родилась с талантом, который в будущем может спасти не только Англию, но и всю Европу. Брови Рычел слегка дернулись. Мой ребенок спасет Европу, твой ребенок, прости, ошибка. Ивандель спасет Европу, Хаджин, что ты делаешь? Ой, прости, просто кое-что произошло. Я похлопал Ивандель по голове и напечатал ответ. Да, даже Макахин признала, что Ивандель превзойдет ее через два или три года. Она фея-призыватель с невиданным ранее талантом. Творения Ивандель сыграют большую роль в третьей фазе истории, которая уже не за горами. Они спасут сотни, тысячи, десятки тысяч или, может быть, даже сотни тысяч жизней. Хаджин. О, кстати, как там дела у твоей гильдии? Лучше, верно? Я завел разговор, чтобы Ивандель не начала подозревать нас. Да, все идет хорошо. Английская гильдия Королевского двора в последнее время постепенно развивается. И все благодаря башне желаний. Гильдия Королевского двора продавала об валюту, используемую в башне, завоны, ключевую валюту, используемую на земле. Конечно, половина прибыли гильдии шла прямо в казну Англии, которая в настоящее время столкнулась с экономическим кризисом, а остальное вкладывалось обратно в башню желаний. Гильдия покупала подходящие входные биллеты, тем самым увеличивая количество их людей в башне. Еще три года назад у нас не было денег, зато была куча долгов, но сейчас все немного успокоилось, и мы-мы-мы. Я чувствовал себя немного странно. Все-таки я все еще не забыл, что раньше мировой валютой были доллары. О, кстати, Рычел внезапно о чем-то подумала и снова написала мне, уничтожение джиннов прошлой ночью. Это был ты, Хаджин Си? Я кивнул и ответил. Да, с этого момента я планирую уничтожать джиннов вместо монстров, но разве это не слишком опасно? Особенно убойное уничтожение, они словно улей, и поэтому мы ничего не могли сделать. Я могу справиться со всем, что встанет у меня на пути. Мне не о чем волноваться, за исключением этой девочки. Договорив, я положил руку на макушку Ивандиль. Рычел посмотрела на Ивандиль, которая в ответ посмотрела на Рычел. Когда их взгляды встретились, обе улыбнулись друг другу. Поэтому я и хотел спросить, не могла бы ты позволить ей остаться здесь на 2-3 месяца? Гладя Ивандиль по голове, я наконец задал важный вопрос. Как я уже говорил, королевский дворец был непроницаемой крепостью для джиннов. Мало того, что он был наполнен неисчислимым количеством магии, дворец обладал своей собственной властью. Я не против, но все зависит от того, что по этому поводу думает сама Ивандиль. Я не против. Ивандиль энергично ответила, но, внезапно осознав что-то, выражение ее лица приобрело беспокойный, хмурый взгляд. О, но тогда я не смогу увидеть Хайон. Ты же говорила, что Хайон это твоя подруга, верно? Услышав мягкий вопрос Рычел, Ивандиль энергично кивнула. Да но мне не обязательно с ней видеться. Итак, она предпочла Рычел своей подруге. Бедная Хайон, не волнуйся, мы можем пригласить твою подругу прямо сюда. Ах, ты правда? Конечно. Я с удовольствием понаблюдал за счастливой болтовней мамы и дочки, а затем снова включил свой браслет. Я просмотрел несколько статей о Финрире, и к тому времени, когда я получил доступ к фиолетовому банкету, Рычел и Ивандиль уже покинули приемную. Они пошли гулять, оставшись в одиночестве, я открыл агентство истины. Из всех многочисленных запросов больше всего выделялся, разумеется, запрос Чичучхоля. Уведомление Дэхён Чичучхоль ждет вашего ответа. Чичучхоль оставил мне миссию, доставить ему любую информацию о существовании и местонахождении гуманоидного монстра. Его план, вероятно, состоял в том, чтобы поймать монстра, проанализировать его внутреннее строение и использовать для своих исследований. Посмотрим. Но прямо сейчас я намеревался предложить ему совершенно другую информацию. Координаты дьявола по имени Плукас, которые я узнал, подслушивая разговор Ким Хакпю. Ответ от агентства истины. Информации о гуманоидном монстре слишком мало. Однако из разговора между двумя джиннами я смог подтвердить существование неопознанного существа. Я не уверен, что он имеет какое-либо отношение к гуманоидному монстру, но джинны описали его как существо, что не является ни монстром, ни человеком. Местоположение этого существа. Я приложил местонахождение Плукаса и добавил еще одно предложение, дабы спровоцировать Чичучхоля. П.С. Джинны называли это существо дьяволом. Дьявол в настоящее время заперт внутри своего храма и не может покинуть его. Свободный, но античный ханок на полпути к вершине горы Камган. Этот живописный дом был в полной гармонии с природой, что также было источником титула «бессмертный». Бессмертным называли того, кто достиг потустороннего состояния гармонии с природой, как мудрец, святой или отшельник. Чичучхоль – единственный бессмертный в Восточной Азии, и дом, который он любил. Даже сейчас он был полностью поглощен пейзажем и элегантностью горы Камган. Ханок – это традиционный корейский дом. Ханоки были впервые спроектированы и построены в XIV веке во времена династии Чосан. Корейская архитектура учитывает расположение дома по отношению к окружающей среде, с мыслью о земле и временах года. Интерьер дома также спланирован соответственно. Неистующий Финрир – резня убойного уничтожения. В данный момент Чичучхоль равнодушным взглядом просматривал статьи «Виолетти Мес», «Башня желаний», «Гуманоидный монстр» и «Финрир». Все эти сенсационные новости казались ему лишь серым пеплом. Председатель – пришел ответ агентства «Истины». Его усталость прервал внезапно появившийся секретарь. Чичучхоль тихо опустил газету. Агентство «Истины». Никто не знал, кто это такие всего пять лет назад, но теперь их имя было синонимом «Истины». Ответ от этого агентства было получить совсем непросто, но, когда он приходил, содержание всегда было ничем иным, как абсолютно истиной. Вполне естественно, что теперь влияние агентства «Истины» распространилось даже на глав конгломератов. Не будет вежливости, не будет и ответа. Большинство из них даже выполняло это правило, которое могло показаться высокомерным для таких людей, как они. Например, глава Юнгсун, Янсон, конгломерата, занимающего семь места в мире, написал письмо с просьбой лично, слово за словом, используя свои плохие навыки печатания и не обращая внимания на свои руки, испещренные морщинами, в надежде получить ответ быстрее. Янсон – молодое солнце. Но что интересно, запросы, написанные таким образом, и правда получали ответы быстрее. Когда новость распространилась, многие старики начали заходить настолько далеко, что отправляли рукописные письма. 80-летние деды лично измельчали чернильные палочки и писали письма кистями. Информация, она очень подробна, но немного отличается от того, что мы ожидали. Отличается как? На вопрос Чичучхаля секретарь подытожил ответ агентства «Истины». Агентство «Истины» нашло не гуманоидного монстра, а существо, названное дьяволом. Дьявол? Дьявол? Это слово слегка пробудило любопытство Чичучхаля. Был ли ему просто любопытно или же он находился под влиянием инстинктивного желания отомстить тем, кто стоял за смертью его внука? Чичучхаль не мог ответить на этот вопрос. Бесчувственный человек, что больше даже не помнит, любил ли он когда-нибудь свою семью? Хотя Чичучхаль самоуничижительным образом и называл свое состояние деменции и чувств, он ни в коем случае не сожалел об этом и не грустил. Это было в сотни раз элегантней, чем потерять всю свою мощь и упасть настолько низко, чтобы стать лишь легендой прошлого, как все остальные девять звезд. Дьявол? Снова пробормотав это слово, Чичучхаль посмотрел на своего секретаря. Секретарь точно знал, о чем он попросит, поэтому сразу же вручил ему распечатанную копию ответа Агентства Истины, которую он подготовил заранее. Чичучхаль изучил координаты, написанные на бумаге. 34 51 15 4 N 128 43 52 E. Вишш. Внезапно ледяной ветерок проник через открытое окно. Ветер слегка взъерошил волосы и бороду сидящего старика. Чичучхаль поднял голову и посмотрел на пейзаж за окном. В его глубоких глазах отражался вид обширных гор. В этот момент в них возникла непредвиденная страсть. В его виде, когда он смотрел вдаль, не было никаких признаков заинтересованности. Но горы, казалось, шептали ему. Шептали, что дьявол зовет бессмертного. Это было первое желание, что он почувствовал за долгое время. Контейнерный причал возле порта где-то в Англии. В этом месте, где джинны занимались нелегальными делами, были собраны контейнеры, доставленные из Кореи. Мы закончили уборку. Группа джиннов-бандиты отчаяния убила каждого охранника в районе доков. Чтобы закончить подготовку к грабежу, из них нам нужны А-108, Б-103, С-73, Б-63. Лидер группы, Джеффри, указал на четыре контейнера. Все они были отправлены гильдией королевской семьи сущностью оружия. Мы возьмем только эти четыре. Услышав команду Джеффри, джинны начали двигаться в идеальном порядке. Первым делом они разбили плотно запечатанные двери контейнеров с ящиками и проверили роскошное оружие внутри. Я слышал, что Фенрир недавно начал охоту на джиннов, но пока ничего не произошло. Что ж, мы отличаемся от тех дикарей из убойного уничтожения. Джеффри наблюдал за происходящим, не отвечая на слова стоящего рядом с ним вице-лидера Атема. Сейчас все говорят о Фенрире, даже в сообществе джиннов. Это же так глупо, лидер. Со 108 закончили, не проявляющая дискриминация атака Фенрира на джиннов продолжалась уже неделю. Сообщество джиннов было полно проклятий и сообщений ненависти, направленных на Фенрира. Все они были результатом сочетания ярости и страха. Он, вероятно, не сможет выдержать даже одного удара от лидера. Здесь нечего бояться. С Б103 закончили. Атем, приклеенный к Джеффри, продолжал болтать, словно пытаясь сбросить с себя страх. На самом деле, если бы не Джеффри, он бы не участвовал в этой миссии. Он бы даже пожаловался на то, что ему вообще назначили такую миссию, учитывая ситуацию. О, кстати, лидер. Это правда, что вы выбили все дерьмо из героя на вершине среднего ранга. Вы удивительны. Однако он верил, что Джеффри был достаточно силен, чтобы одолеть Фенрира. Его сила была хорошо доказана тем, что даже знаменитый нечестивый пытался его завербовать. Люди такие слабаки. Болтовня от има продолжалась, а двери контейнеров продолжали взрываться одна за другой. Но те парни из убойного уничтожения и правда заслужили хорошую взбучку. Из-за них мне стыдно называть себя джинном. Как вообще можно упасть настолько низко, чтобы даже думать о поедании человеческой плоти? Внезапно на пристани произошло небольшое изменение. Осталась только тьма. Глава 315. Третья фаза. 1. Раннее утро. Я стоял в гавани, вдыхая соленый воздух. Всего пять минут назад в этом месте раздавались яростные крики и взрывы от столкновения магической силы, но теперь все затихло. Ха. Я глубоко вздохнул, чтобы успокоить горячую силу души, пронизывающую мое тело. Спокойная океанская волна коснулась гавани, пока холодный ветер ласкал мое тело. Вскоре учащенное биение моего сердца утихло. Я открыл глаза. В гавани не осталось никого. Я в одиночку убил несколько десятков джиннов. Этот скилл и правда заслуживает называться ультимативным. Тут не поспоришь. Все еще чувствуя удивление, я снова проверил описание ультимативного скилла. Ультимативный скилл. Полное понимание силы души. Ур. 2. Шаг за пределы, после активации уровень всех скиллов будет повышен до 11 на 5 минут. Абсолютный пик, после активации эффективности уровень вашей силы души на 5 минут достигнут пика. Пассивное очищение, постепенно очищает вашу силу души. Время перезарядки, 3 дня. Как и мой уникальный скилл, моим ультимативным скиллом стал продвинутый само баф, по-другому известный как скилл типа аватар. Побочный эффект от использования этого скилла был намного меньше, чем от уникального, что само по себе невероятно. При активации этого скилла, безупречной становилась как моя атака, так и защита. У меня было неограниченное количество силы души, используя которую извлечение и перманентная материализация, поглощая атаки, делало мою защиту идеальной. В то же время, я был настолько же мощным и в атаке. Благодаря усиленному алгоритму разрушительная сила моих пуль экспоненциально выросла, а сила души, циркулирующая по моим венам, усиливала функциональность эфира. Поскольку я оставил силу души силой души, а не объединил ее с магической силой, как сделало большинство игроков, этот ультимативный скилл был особенно полезен для меня. Все-таки я очень сильно полагался на скиллы и эфир, что интересно, среди придуманных мной ультимативных скиллов полного понимания силы души не было. Возможно, с его появлением как-то связана моя удача. Вин. В этот момент начал вибрировать мой браслет. Юйонха набрала мне через видео звонок. Алло, как только я принял звонок, на голографическом экране появилось лицо Юйонхи. Йо, давно не виделись. Что случилось? Где ты? За тобой довольно темно. Я, я в гавани. Я поднял свой браслет и показал ей пейзаж вокруг. Я остановил джиннов, пытающихся ограбить сущность оружия. В самом деле, ага, ты знаешь Джеффри? Да, знаю. Ассоциация предлагает за него награду. Разве он не джинн коричневого ранга? Ассоциация героев присвоила звание не только героям, но и джиннам. Награда за джинна коричневого ранга составила около 1-2 миллиардов вон. Джинн коричневого ранга был эквивалентен герою пика среднего ранга 3-4 уровня. Что важнее, существует ли хоть что-нибудь, о чем Юйонха не знает, кроме Джеффри в мире несколько сотен джиннов коричневого ранга. А что с Джеффри? Видя, как я улыбаюсь, не отвечая на ее вопрос, выражение лица Юйонхи стало серьезным. Да, Джеффри тоже там? Я покачал головой. Уже нет, ты убил его? Ага. Юйонха уставилась на меня с ошеломленным выражением лица. Я почесал затылок и сменил тему. Итак, почему ты позвонила? О, верно. Юйонха кивнула. Это о том, что ты спрашивал, о гуманоидном монстре. О, ты что-то узнала о нем? Информацию о гуманоидном монстре нельзя было получить, даже используя книгу истины. В связи с этим, я попросил Юйонху изучить слухи о нем. Да, похоже, что-то подобное было найдено в пандемониуме. Юйонха прислал мне фотографию. На ней был силуэт, который трудно было описать как нечто конкретное. Однако, по высокому росту и худому телу фигуры, любой мог сказать, что это не человек. Это картинка или видео. Это приостановленное видео. Тогда включай. Видео быстро возобновилось. Силуэт бежал по земле. Его скорость была настолько высока, что даже глаза тысячи миль не могли зафиксироваться на нем. Можешь замедлить его? Оно уже проигрывается на 0.01 оригинальной скорости, 1 сотой. Да, этого было достаточно в качестве подсказки. Был только один монстр, который мог как ни в чем не бывало двигаться с такой скоростью. Куру-куру, гуманоидный монстр, напоминающий богомола. У него были светящиеся косы в качестве передних лап и пара крыльев, двигающихся с невообразимой скоростью. Хотя он больше походил на насекомое, чем на человека, он, несомненно, обладал интеллектом. На него нельзя смотреть свысока только потому, что он похожий на насекомое. Крылья, что могут демонстрировать гиперзвуковую скорость, и передние лапы, что могут разорвать любую физическую материю. С точки зрения способностей для убийства и скорости, Куру-куру не имел себе равных в этом мире. Честно говоря, его можно назвать средним боссом третьего этапа. Это запись со вчерашнего дня. Существо на видео убило десятки джиннов пандемониума, а затем двинулось на юг. Спасибо. Мне кое-что интересно. Юйонха снова стала серьезной. Она сложила пальцы рук и положила на них подбородок. Что ты делаешь? Как думаешь, гуманоидные монстры действительно существуют? А, о, ну, я уверен, что мы слышим о них, потому что они и правда существуют. Я был более удивлен тем, что Куру-куру был в пандемониуме. Он был отправлен первым, поскольку был быстр. Нет, я не это имею в виду. Я думаю, что существо из видео может быть джинном нового типа. Это не так, не волнуйся. Нет, будет слишком опасно так просто отбросить эту теорию. Подумай об этом. При подъеме на башню желаний демоны начинают выглядеть все менее похожими на людей. Возможно, на видео нечто подобное. В зависимости от того, будет ли сражение с джиннами или монстрами, наши действия должны меняться. Я зевнул, слушая теорию Юйонхи. Вот почему умные люди утомительны. Они не могли с легкостью поверить во что-то и пытались экстраполировать различные варианты из самых маленьких деталей. Что ты об этом думаешь? Ты определенно ошибаешься. Мой ответ был тверд. Юйонхи посмотрела на меня с надутыми губами, но я был на 100% уверен. В истории был небольшой эпизод, когда джинны и люди объединились, чтобы победить гуманоидных монстров. Поэтому теория о том, что гуманоидные монстры были новым типом джиннов, была смехотворной. Я прав. Ты всегда так говоришь. Похоже, в ближайшее время Юйонхи не собирается отказываться от своей теории. К счастью, у меня был способ убедить ее. Ты, что, уже забыла, что я был лучшим в теории? Ах, если Ким Хаджин останется в Академии, получение Нобелевской премии будет для него проще простого. Вспоминая слова профессоров Куба, Юйонхи замолчала. Ты можешь не знать того, что знаю я, но я никак не могу не знать того, что знаешь ты. Тогда и разбираться со слухами тебе нужно было самому. Когда ее гордость ранили, Юйонха скрестила руки и, надувшись, заворчала. Просто не спорь со мной, если я говорю, что уверен в чем-то. Я бы не сказал ничего пагубного для своего партнера, не так ли? Юйонха молча посмотрела на меня, а затем кивнула. Ладно, я вешаю трубку. Мне нужно работать. После этого она завершила звонок. Я, с ухмылкой на лице, отправил ей сообщение. Продолжай изучать этот вопрос. Я доверяю тебе. Ее ответ пришел довольно быстро. Хорошо, но не нужно доверять мне так сильно. Я не являюсь недобрым, не заслуживающим доверия человеком. Ха-ха. Она дуется? Наверное, стоит все так потом сделать ей пижаму, подумал я, в то время как мой браслет внезапно снова завибрировал. Готовьтесь. Группа хамелеона, собираемся. Давайте поглотим пандемониум. Это были сообщения от Джейн, которая уведомляла членов группы хамелеона о том, что их древнее желание о покорении пандемониума вот-вот воплотится. Пусан особняк Ченаюны. Последнее время Ченаюна жила жизнью человека, похороненного под документами. Она не была заядлым читателем, даже когда была в Кубе, но теперь она делала все возможное, чтобы понять всевозможный сложный текст. Благодаря всем приложенным усилиям Ченаюна кое-что поняла. То, что кажется невозможным, станет возможным, если она приложит достаточно усилий. По факту, она чувствовала, что стала умнее, благодаря огромному количеству прочитанного материала. Материалы дела будут отправлены через защищенную систему фиолетового банкета. Хорошо. Но это чувство длилось лишь мгновение. Каждый раз, когда ей казалось, что она что-то поняла, появлялась новая информация, которая лишь усложняла ситуацию. Данные материалы содержат ключевую информацию об инциденте. Ким Хасапу удалось взломать секретный документ 1го-класса под названием «Материалы дела Чи Ченуна». Он потратил целый месяц, чтобы скрыть свои следы. Все это было для получения Reariant Nox. Я так понимаю, в прошлый раз Наюна просто показала ему игру, дабы мотивировать. Да-да, хорошая работа. Чен Наюна получила доступ к своей учетной записи фиолетового банкета. Это была единственная платформа, которую взломать было попросту невозможно. Вообще, зайдя в свой профиль, она открыла файл, отправленный Ким Хасапом. Ху. Кажется, сегодня я тоже не посплю, пробормотала Чен Наюна, глядя на документ на экране. Материалы дела Чи Ченуна. Ее сердце заколотилось, как только она посмотрела на него. Подумать только, что она заставила кого-то взломать базу данных ассоциаций. В прошлом Чен Наюна никогда не смогла бы даже подумать о таком. Мало того, что у нее не было кого-то вроде Ким Хасапа, ее отец явно узнал бы обо всем и немедленно остановил бы ее. Загрузка завершена. Но теперь, когда документ оказался прямо перед ней, она не могла не чувствовать себя немного напуганной. Я увижу труп Аппы? Увижу ли я подробный отчет о том, что произошло в тот день? Буду ли я в порядке после этого? Нет. Чен Наюна стиснула зубы. Взялся за дело, будь добр его закончить. Даже если это дело, ящик Пандоры, Чен Наюна была готова пойти на риск. Независимо от того, каким болезненным будет результат, это должно быть сделано. Ху. Сделав вдох, чтобы собраться, Чен Наюна медленно открыла файл ХМ, но в тот момент, когда она открыла его решимость, которую она только что собрала, испарилась, белые страницы были заполнены крошечными черными буквами. Большинство слов были сложным жаргоном, о котором она даже не слышала, поскольку она ожидала увидеть краткий отчет, как в фильмах фактическое дело оставило ее ошеломленной. Ей потребовалось мгновение, чтобы выйти из ступора, после чего она начала медленно начала гортать файл из 239 страниц. Все это было только для того, чтобы найти картинку. Страница 1, страница 33, страница 48, страница 63, страница 129. И, наконец, на странице 169 она наткнулась на картинку, которую она отчаянно хотела увидеть. Это была фотография трупа Чиченуна. Ах, увидев ее, сердце Чен Наюны замерло. Слезы и ругательства начали подниматься из глубин. У трупа Чиченуна не было лица, выше шеи вообще ничего не было. Именно тогда Чен Наюна поняла, почему ее отец и дедушка отказались показать ей труп Чиченуна. Чен Наюна сильно прикусила губы, почувствовав непреодолимый гнев, поднимающийся из глубин своего сердца. Она сжала кулак, пока из ладони не потекла кровь. Почему? Почему это должно быть настолько жестоко? Э, тем не менее, Чен Наюна вдруг почувствовала, что что-то не так. Глядя на картинку, в ней промелькнуло странное чувство. Это, это было не просто странное чувство. Ее интуиция говорила ей, говорила, что этот труп совсем не Чиченуна. Что это не может быть Чиченун. Говорила, что труп перед ней был слишком другим, слишком незнакомым. Чен Наюна начала внимательно изучать фотографию, чтобы подтвердить свои подозрения. Ступ. Вскоре она обнаружила источник своего странного чувства. Если этот труп действительно принадлежал Чиченуну, то на нем не было того, что на нем быть просто обязана. Около 15 лет назад Чиченун получил травму, защищая ее от внезапной атаки монстра. Пока Чина Юна плакала и извинялась, Чиченун утешал ее, говоря, что его травма оставит после себя шрам чести. Однако у этого трупа не было шрама. Что-то не так. Если информация не верна, тогда Чина Юна повесила трубку. У нее не было спокойствия, чтобы слушать кого-то прямо сейчас. Ее сердце бешено билось, а голову атаковала сильная боль. Это, глядя на фотографию в материалах дела, Чина Юна слабым голосом прошептала. Это не аппа. Труп на фотографии принадлежал не Чиченуну. Она могла определить это даже при отсутствии головы. Кто-то по какой-то причине заменил труп. Центральная Азия. Пандемониум. Это была беззаконная зона, лишенная норм и правил. Дикие земли, населенные джиннами. Группа Хамелеона импозантно прибыла в это место. Кроме Чок Чингена, который был занят исследованием башни, все члены группы Хамелеона были здесь. Перед нами стояла босс. Однако она ничего не говорила. Стратегии и коварные планы были работой Джейн, а роль босса состояла лишь в том, чтобы задавать мораль. Рада видеть всех вас. Босс наконец заговорила. Я посмотрел на ее руку. На ее левом мизинце было подаренное мной кольцо. КХМ. Она, кажется, почувствовала мой взгляд, поскольку она украдкой спрятала левую руку за талию. Сегодня мы сделаем первый шаг к достижению нашей цели. Босс начала свою речь. Мы отомстим за унижение, что терпели в течение десятков лет. Пандемониум перейдет во владение группы Хамелеона, а крики жертв станут реквиемом для предыдущего босса. Мы вернем то, что когда-то было нашим. Я многого не знал, но, похоже, предыдущий босс с группы Хамелеона сыграл огромную роль в создании Пандемониума. Слуги Сатаны, видимо, украли контроль после его смерти. Всем спасибо за то, что поверили в меня и следовали за мной до сих пор. На этом речь босса завершилась. Хотя она сказала совсем немного, она обладала определенным шармом, который привлекал внимание масс. Остальные члены группы Хамелеона смотрели на босса стронутыми лицами. Теперь я расскажу вам, ребята, о плане. Но у нас просто-напросто не было свободного времени. Как только босс закончила свою речь, вперед вышла Джейн. Как вы все знаете, де-факто лидером Пандемониума являются слуги Сатаны. После смерти экс-босса они сохранили суверенитет Пандемониума. Голос Джейн зазвучал в наших головах. Но не стоит забывать, что джинны – это джинны. Им не нравится, когда есть кто-то выше них. Поэтому я сделала некоторые приготовления. Как я всегда говорю, война – это 90% планирования, 10% исполнения. Прямо сейчас джинны из Пандемониума должны счастливо убивать друг друга. Поджог, утечка информации, распространение слухов, убеждения, предательства и т.д. и т.д. Пользуясь своим даром, маскировкой, Джейн уже закончила все необходимые приготовления. Вернемся к главному. Наша сегодняшняя цель – восточный регион Пандемониума. Пандемониум был разбит на 4 основных области. Так нарисовали карту правители города – слуги Сатаны. Кроме того, они назначили группы джиннов, которые поклялись им в верности, во главе каждого региона. А эти группы впоследствии разделили уже свою территорию, чтобы назначать во главе тех, кто поклялся в верности им. Влияние слуг Сатаны было особенно слабым в восточном регионе. «Мы захватим четверть Пандемониума за один день», – объявила Джейн, как будто группа Хамелеона уже победила. «Не начинать бой, который нельзя выиграть, сначала победить, а затем начать бой. Эта простая тактика наделяла Джейн уверенностью при принятии всех своих решений. Все прошло согласно плану Джейн. Мы уведомили группы джиннов, которые согласились сотрудничать с нами. Во-первых, общество Темной Луны, которое имеет влияние в восточном регионе. Серебряный, бирюзовый и зеленый присоединятся к ним, чтобы уничтожить противостоящие нам воззвания тьмы. Война началась при поддержке общества Темной Луны, с которым у меня были некоторые связи. Кажется, за последние несколько лет они полностью перешли на сторону группы Хамелеона. Место серебряного – Кайта. Место бирюзового – Ситрин. Место зеленого – Чин-Йохан. Вышеупомянутая троица присоединилась к обществу Темной Луны, чтобы уничтожить группы, которые подчинялись слугам Сатаны. Пока наша троица сражается на востоке, фиолетовый, индиго и синий должны устроить хаос на западе. Вам просто нужно привлечь их внимание. Место фиолетового – Друн. Место индиго – Ю-Кюнхван. Место голубого – Халифа. Вышеупомянутые три члена группы и заранее нанятые джинны начнут атаковать все подряд. Если пабы, бордели, казино и другие источники огромного дохода будут разрушены, подчиненные слуг Сатаны будут направлены для подавления шумихи. Друн, Ю-Кюнхван и Халифа отлично справятся с привлечением внимания высшего эшелона Пандемониума. То, что они узнают, чем мы занимаемся, является лишь вопросом времени. Слуги Сатаны являются повелителями этого места. Они явно должны быть в состоянии узнать, что мы пришли за восточным регион. Вот тогда и появится босс си-черный. Нам с боссом было поручено отстреливать джиннов. Когда пришло время я начал отстреливать джиннов, стекающихся к восточному региону. Лук тему джина, благословенный гаром и стрела лунного света Афины Ур-11 отлично показали себя в сражении с джинном. Как только стрела касалась даже волоска на их теле, вспыхивало белое пламя, которое не останавливалось, пока тело жертвы не превратится в пепел. Мы должны быть в состоянии позаботиться об этом за полдня. Нет, мы обязаны закончить за это время. У восточных джиннов много обид против слуг Сатаны. Они считают, что у западного региона слишком много льгот. Джейн установила лимит по времени в полдня и, как она и сказала, к этому времени драка достигла своего апогея. Для достижения этого самым важным будет исполнение черного. Джинны со статусом лидера удивительно сильно боятся за свою жизнь. Если ты будешь стрелять в них из слепых зон, они будут слишком напуганы, чтобы выйти. Так что ты должен начать свою атаку как можно эффектней. Как она и сказала, джинны с высоким статусом были слишком напуганы моими стрелами, чтобы появиться на открытом пространстве. Из-за этого рядовые джинны восточного региона с радостью присоединились к нашей стороне, начиная восстание. Лидером таким джиннов было, конечно же, общество темной луны. Если все пойдет по плану, нам больше ничего не нужно будет делать. Мы выиграем бой еще до его начала. У слуг сатаны не будет иного выбора, кроме как отказаться от восточного региона, независимо от того, насколько они сильны. Село солнце. Сражение, которое началось на рассвете, теперь подходило к концу. Отлично сработано, горьким, словно уносящим часть ее обиды, голосом произнесла босс, смотря на меня под ласковыми лучами заката. Хорошая работа, босс. Я тоже был глубоко тронут. Группа хамелеона завоевала часть пандемониума. Как будто только вчера я написал это предложение в своем романе. Теперь я лично участвовал в этой исторической битве. Хотя, конечно, план был завершен только на... В этот момент, мир внезапно замедлился. Время пули активировалось само по себе. Чувствуя каждую долю секунды, я стал способен уловить даже движение ветра. Получив такое повышение восприятия, я смог заметить нечто, выползающее из-под земли. Хруст. Грязь и галька взлетели вверх, когда странное существо вырвалось из-под земли. Куруру, куру-куру. Это было двуногое насекомое. Куруру, куруруру. Я не знал, почему он появился. Но существо прорычало свое имя и ринулось в сторону босса. Оставляя за собой четкие остаточные изображения, он превратилось в луч света. Через мгновение за ним раздался взрыв, оповещающий о преодолении звукового барьера. Швааа. Пока существо с немыслимой скоростью двигалось вперед, босс все еще смотрело на меня и даже я не мог отреагировать. Дваметровое насекомое двигалось быстрее, чем баллистическая ракета, что заставляло меня думать, что я сплю. Через мгновение ока Куруруру уже оказался перед боссом. Не оставляя никакого шанса на реакцию, он поднял свою, похожую на косу, переднюю лапу. Кииик. Раздался леденящий звук разрываемой плоти. Коса Куруруру пронзила сердце босса. Даже в замедленном мире Куруруру двигался быстро. Босс просто не могла среагировать вовремя. Нет, это было невозможно с самого начала. Его лезвие было разработано так, чтобы его нельзя было избежать. Хотя было уже слишком поздно, передо мной появились уведомления от моего браслета. Куруруру, гуманоидный монстр, который способен поддерживать сверхзвуковую скорость в течение 3 секунд, до предела вытягивая свою внутреннюю энергию. Изменение настроек. Поскольку Куруруру считается убийцей на уровне босса третьей фазы, его сила была увеличена до 9-2-10. Изменение настроек. Интеллект Куруруру был увеличен до уровня, на котором он может заключать сделки с людьми и джиннами. Я уставился на изменение настроек и использовал откат времени, прежде чем тело босса распалось на 2 части. Время, что пролетело мимо меня на скорости света, вернулось в точку 3-минутной давности. Босс больше не была мертва, а Куруруру все еще находился под землей. Солнечный свет все еще мягко согревал нас. Я вернулся на 3 минуты назад. Не тратя драгоценного времени, я сразу уже повернулся к ней. Босс, хэм? К счастью, босс все еще была рядом со мной. Тем не менее, мое сердце все еще колотилось, как сумасшедшее, а дыхание отказывалось успокаиваться. В чем дело? Я схватил ее за запястье. Че что? Кким Хаджин? Зачем ты схватил меня за руку? Смущенно пролепетала босс. Я обязан покинуть это место как можно скорее. Глава 316. Смерть. Я схватил босса за запястье. Че что? Кким Хаджин? Зачем ты схватил меня за руку? Смущенно пролепетала босс. Однако в данный момент мне было наплевать на это. Я думал только об одном, как нам выбраться отсюда живыми. Не отпуская босса, я прыгнул на крышу здания неподалеку. Ким Хаджин. После нашей безупречной посадки босс стряхнула мою руку. Она выглядела скорее смущенной, чем злой. Тебе следует хотя бы объяснить мне, что происходит. Босс, трансформируйся. Что? У нас осталось совсем немного времени. Я решил поторопить ее использовать трансформацию Яши. Скорее. Разница да и после трансформации была невероятна. Ее физическая сила увеличится как минимум в два, а магическая сила более чем в три раза. Даже Курукуру не сможет убить трансформировавшуюся босса одной атакой. Босс вопросительно наклонила голову, но послушалась. Ее глаза покраснели, а теневой доспех уплотнился. С момента отката прошла только одна минута. Грохот. Однако в этот момент я почувствовал сильную вибрацию. Время пуль снова активировалось без моих указаний. Может трансцендентные чувства Курукуру как-то позволили ему ощутить изменения в потоке времени? Все началось намного быстрее, чем раньше. Кажется, я недооценил Курукуру. Шва-а-а-а. Из-под здания что-то вырвалось. Появившись, существо подпрыгнуло, пробивая здание насквозь. Курукуру разорвал стальные рамы, разрушил лестничные клетки, пролетая через десятки этажей. Уже через мгновение он достиг крыши. Фрагменты разрушенного здания взметнулись в воздух. Однако они не падали вниз. В мире остановленного времени свободно мог двигаться только Курукуру. Но на этот раз ситуация была другой. Между его прошлой и нынешней атакой есть одно большое отличие. Босс в режиме Яши могла видеть его движение. Она выпустила свою магическую силу, чтобы помешать Курукуру и сокрушить тело насекомого, что рвалось к ней. Однако в движениях Курукуру было что-то странное. Его атаки были сосредоточены на другую сторону. Там стояло не босс, а я. В какой-то момент Курукуру решил переключиться на меня. Страх мгновенно охватил мое тело. Я сразу же попытался использовать свой ультимативный скилл. Но прежде, чем я смог высвободить силу души, коса Курукуру настигла меня. Это плохо. Эфир поставил передо мной барьер, однако коса Курукуру просто прошла через него. Его сверкающая коса была нацелена только на физическое тело. Это смертоносное оружие, в сочетании с молниеносной скоростью, невозможно было ни избежать, ни остановить. Хруст. Вскоре острый клинок пронзил мое сердце. Хотя время текло очень медленно, боль охватила меня довольно быстро. Начиная с моего сердца, она быстро распространилась даже в самые отдаленные уголки моего тела. Я упал назад, мир в глазах перевернулся, а сознание начало быстро размываться. Всего один удар Курукуру, и мое сердце уничтожено. Я чувствовал, как звуки мира плавно отдаляются от меня. Я рухнул на землю со все еще широко раскрытыми глазами. Последним, что я увидел, был обосс. Волны ее магической силы атаковали Курукуру. Англия, Букингымский дворец. Тем временем Рэйчел смотрела на ребенка на своих коленях. Зэ-зэ-зэ-зэ-зэ. Так откуда же она в очередной раз подумала принцесса, уставившись на крепко спящую Ивандиль? Ким Хаджин сказал ей, что Ивандиль родилась из семечка. Он также объяснил, что она очень похожа на Рэйчел и воспринимает ее как свою мать, потому что кормление использовалась именно ее кровь. Конечно, в это было трудно поверить. К тому же она чувствовала своего рода обиду на то, что он открыл ей существование ребенка только сейчас, 4 года спустя. Ун. Но все это уже не имело значения. Когда этот ребенок был рядом, Рэйчел чувствовала спокойствие, позволяющее ей отложить в сторону обязанности и тяжелое бремя, которое сильно давило на нее. Просто глядя на Ивандиль, из глубины ее сердца поднималось чувство привязанности. Возможно именно это чувство и называли счастьем. Рэйчел мягко улыбнулась и погладила Ивандиль по лбу. Мягкая кожа, золотые волосы, красивые ресницы и сверкающие голубые глаза. Все в ней было прекрасно. Люди подумают, что она твоя дочь. Рэйчел подняла голову в сторону знакомого голоса. Там стояла Ахиин. Герцогиня улыбнулась и продолжила. Тогда ее отец, Ким Хаджин. Кхм, Кхм. Не давая надлежащего ответа, Рэйчел просто сухо кашлянула. Если бы ей нужно было выбрать мать и отца, то так бы и было. Но она не хотела заходить так далеко. Или, может быть, все было бы в порядке, если бы она зашла чуточку дальше. Ахиин прервала ее излишние мысли. В любом случае, предполагаю, что ты уже слышала все от Ким Хаджина. Да, я слышала, что вы отвечаете за обучение, Иван Диль. Учителем Иван Диль была никто иная, как Ахиин. Когда она впервые услышала об этом от Ким Хаджина, она была удивлена. Но увидев талант Иван Диль своими глазами, она почувствовала, что это естественный выбор. Продолжая гладить Иван Диль по щеке, Рэйчел добавила. Пожалуйста, не будьте с ней слишком суровой. Хуха. Суровой? Ты не знаешь, насколько коварен этот ребенок. Пардон. Скорее всего, она уже не спит и просто притворяется, чтобы оставаться рядом с тобой так долго, как только сможет. Рэйчел невольно опустила взгляд на Иван Диль. Рядом с плотно закрытыми глазами Иван Диль с виска стекал холодный пот. Рэйчел сделала вид, что не заметила, и подняла голову. Видишь, она не спит. Нет, она спит, как убитая. Когда Рэйчел покачала головой, Иахиин прищурилась. Ты даже сама все больше и больше становишься ребенком. Ха-ха. Вздох Ахиин удлинился. Рэйчел еще раз погладила Иван Диль по голове и посмотрела на часы. Почти восемь часов. Вот-вот наступит время идти на работу. На работу? Да. Рэйчел решила путешествовать между Кривоном и Землей каждый день, чтобы быть с Иван Диль. Монстры и бедствия обычно появлялись в поздние часы, поэтому она оставалась в Кривоне с восемь вечера до восемь утра. И как там обстоят дела в Кривоне? Все не намного лучше. Рэйчел вздохнула. Она также беспокоилась о Кривоне, как и об Иван Диль. Все будет кончено только после того, как они победят все девять бедствий и закроют врата бедствий. Хотя нет, на самом деле, все стало немного лучше. Но в последнее время кое-что изменилось. Речь о новом рыцаре, которого ты упоминал раньше. Да. Рэйчел кивнула. Как и сказала Ахин, к королевским рыцарям присоединился новый игрок. Она специализируется на крупномасштабных войнах. Она была достаточно сильна, чтобы удвоить боевую мощь рыцарей. Рэйчел мягко улыбнулась, думая о своем новом юниоре. Если бы она продолжала подниматься на башню, она легко стала бы рангером. Я благодарна ей за помощь. В становлении рыцарем Кривона было много преимуществ, но были и недостатки. Королевская семья заставляла подписывать контракт, где один из пунктов гласил. Я не покину Кривон, чтобы подниматься на башню. Им-им-им, и как ты говорила ее зовут? Услышав вопрос герцогини, Рэйчел легко ответила. Шин Джахюк, этаж 8-3, Кривон, королевский дворец Аталас, Апчхи. Чин Сахюк, попивая чай, громко чихнула. Обо мне, что сейчас кто-то говорит. Она потерла нос рукой и подняла свою чашку. Ну, так это правда, что Ким Хаджин напал на пандемониум. Да, ходят такие слухи, рыцарь Шин Джахюк ним. Это самая свежая информация, всего три часовой давности, саркастично ответил был. Но Чин Сахюк сохранила спокойствие. Теперь сарказмы поддразнивания почти не беспокоили ее, вероятно потому, что она перенесла слишком много стыда и унижений. Первый раз проглотить свою гордость очень тяжело, но во второй раз уже куда легче. Не важно, Сахюк, как там у тебя соп? Почти хватает. Прямо сейчас у нее было 100 000 об. Еще немного, и она наконец может усилить свою уникальную особенность. Ты не собираешься изучать скиллы? Я не смогу сохранить свой ультимативный и даже уникальный скилл, потому что уже умерла. Если игрок умер в башне хотя бы раз, ультимативные и уникальные скиллы уже нельзя будет использовать снаружи. И, по мнению Чин Сахюк, остальные скиллы были довольно скучными, поэтому она не чувствовала, что они ей нужны, им им. Это правда. Вы с Руми уже умирали по одному разу. Белл кивнул и сделал глоток чая. Вау, он и правда вкусный. Черный чай королевской семьи был великолепен, что неудивительно, поскольку он был 5 уровня. Я возьму немного с собой. Хах, внезапно странное чувство охватило Белла, посылая электрические удары по всему его телу. Это была не его интуиция, а базовый скилл отслеживания. Лицо Белла сразу же помрачнело. Что? Спросила Чин Сахюк, все еще держа в руке свою чашку. Сахюк, услышав его торжественный голос, Чин Сахюк сразу же подумала. Этот ублюдок снова пытается меня обмануть. Даже не смей. Несмотря на то, что уже начала говорить, она все равно оглянулась. Конечно, Ким Хаджина там не было. Она также проверила окно, чтобы еще раз убедиться. Никого. Но, лицо Чин Сахюк сразу же дьявольски исказилось. Разве я не говорила тебе не шутить со мной? У тебя же все еще есть та бусина, которую я дал тебе в прошлый раз. Верно. Однако Белл все еще был серьезен. Только тогда Чин Сахюк понял, что он не шутит. Она скрестила руки и спросила в ответ. Какая бусина? Та штука, которую я дал тебе раньше. Что? Тот кошачий колокольчик? Да, он. Кошачий колокольчик. Ур. Шесть. Этот предмет позволял владельцу мониторить физическое состояние цели, где бы он ни находился. Если ее цель, Ким Хаджин окажется рядом с этим предметом, колокольчик засветится синим цветом, а если будет серьезно ранен, красным. Этот предмет был удивительного шесть уровня, но Белл заполучил его для Чин Сахюк, чтобы она могла спать спокойно. Ну, и что с ним? Достань его. Чин Сахюк нахмурилась, но сделала, как ей сказали. Изначально прозрачный колокольчик, теперь был окрашен в черный цвет. В тот момент, когда Белл увидел его, он понял, что произошло. В то же время он был сбит с толку. Это было совсем не то, чего он ожидал. Почему, почему так внезапно? Какого черта? Теперь он весь черный. Что это значит? Не красный и не синий. Черный. Белл в оцепенении ответил на вопрос Чин Сахюк. Я думаю. Ким Хаджин мертв. Че, чего? Тем, кто удивился больше всех, было Чин Сахюк. Пальцы, что плотно сжимали чашку, ослабли, позволяя ей, хаотично вращаясь, упасть на пол. Клан, фрагменты разбитой чашки и чай, что был внутри, разлетелись по всему ковру. Но им обоим наплевать на это. Че-то о чем, черт возьми, ты говоришь. Чин Сахюк уставилась на Белла и продолжила. С чего, с чего бы этому сукиному сыну умирать? Это невозможно. Кто-то достаточно сильный, чтобы уничтожить ее всего одним ударом, теперь мертв. Это просто не имеет никакого смысла. Если он и умрет, Чин Сахюк верила, что это произойдет от ее руки. Так как же он умер, ты опять издеваешься надо мной? Нет, на этот раз я говорю правду. Смотри, колокольчик полностью черный. Что за, объясни так, чтобы это имело смысл. И почему этот ублюдок внезапно мертв? Несмотря на ее крик, Белл продолжил молчать. Он тоже этого не ожидал. Ким Хаджин был не из тех парней, что могут внезапно умереть. Быти, Чин Сахюк громко выругалась, открывая магазин системы. Она быстро приобрела билет для возвращения на Землю. Она не колебалась. Он, что, действительно мертв? Если так, то кто его убил? Что за ублюдок убил ее заклятого врага? Чтобы узнать ответы на свои вопросы, Чин Сахюк разорвала билет. Сущность пролива, офис главного стратега. Мирный полдень. Юй Йонха как обычно работала, но друг получила запрос на видеозвонок. Это не аппа. Это первое, что сказала Чина Юна, когда она ответила на звонок. Сердце Юй Йонхи напряглось, когда она услышала эти слова. Прости, но она быстро обрела спокойствие. Брат Чина Юны, Чи Чинун. Хотя она выяснила об этом гораздо быстрее, чем ожидал Юй Йонха. Вполне естественно, что Чина Юна узнает, или в данном случае не узнает, своего брата. О чем ты говор? Я видела материалы дела. Труп на фотографии принадлежит не аппе. Кто-то заменил его тело другим. Не может быть, это правда. Поверь мне, я уверена. Юй Йонха широко распахнула глаза, пытаясь казаться удивленной. Но она уже знала все это. Человека, который заменил тело Чи Чинуна, звали Ким Чжунха. Судебно-медицинский патологоанатом, ответственный за это дело. Чи Шин Хюк приказал ему кремировать тело Чи Чинуна, но вместо этого патологоанатом решил спрятать его. Судебный патологоанатом, ответственный за это дело, Ким Чжунха. Но я не могу выяснить, где он. Юй Йонха тоже пыталась найти Ким Чжунха. Но с тех пор, как это случилось, он был полностью вне поля зрения, а информаторы, которым она поручила найти его, были уничтожены Чи Чучихалем. В самом деле? Да. Он исчез сразу же после дела моего брата. Даже Ким Хасап не смог его найти, поэтому я решила сама поискать его. Но Чина Юна отличалась от нее. Даже Чи Чучихаль не такой бессердечный, чтобы убить свою единственную внучку. Таким образом, Чина Юна была, пожалуй, единственным человеком во всем мире, что мог найти Ким Чжунха. Ты справишься? Да. Последнее место, где его видели, находится недалеко от Гималаев. Поэтому я думаю, что он прячется где-то в горах. Я уже купила билет до туда. Как только уеду, я, вероятно, какое-то время буду не в состоянии связаться с тобой. Я позвонила, чтобы сказать об этом. Хуху. Чина Юна смело улыбнулась, но видя свою подругу в таком состоянии, Юйон Ха лишь почувствовала, как потяжелело ее сердце. Ах, уже моя очередь. Я должна идти. Пока. Чина Юна закончила разговор до того, как Юйон Ха успела что-нибудь сказать. Последнее, что она увидела, был портал в Индию. Ха. Юйон Ха глубоко вздохнула, уставившись на пустой экран. Ее вздох распространился, словно дым, и заполнил ее кабинет, Пандемониум, Восточный регион. Прямо во время заката произошла короткая битва. По времени она продолжалась только минуту или около того. Битва скоростей закончилась так же быстро, как и началась. В итоге, босс стояла в оцепенении, держа в руке лапу насекомого. Хотя она вышла победителей, рука не была трофеем. Ей удалось оторвать одну из рук, но она не смогла полностью прикончить нападавшего. Она устремила взгляд на то, что осталось от разрушающегося здания. Зарево заходящего солнца уже угасло, и парень, неподвижно лежащий на крыше, погрузился во тьму. Однако этого парня уже нельзя было назвать человеком. Все, начиная от плечи до таза, включая его сердце, было разрезано пополам. Это несомненно был труп. Однако она не могла отказаться от надежды. Она не могла принять, что он стал таким, что он мертв. Все произошло в одно мгновение, и мир по-прежнему ощущался так, словно она спит. Она, нерешительными шагами, пошла к нему. Ее ноги двигались не так, как она им приказывала. Она чуть не упала несколько раз, но, наконец, сумела встать перед ним. Но реальность была еще жестче. Его тело было разрезано пополам, а кровь полностью покинула его тело. Она в оцепенении посмотрела на него и рухнула перед ним. Ее голова полностью опустела, а левая рука двинулась сама по себе. Рука, на которой было кольцо, что он ей дал, теперь лежала у него на лбу. Его кожа была холодной, такой холодной, что она испугалась. Она боялась этого неизменного холода. Ее страх превратился в боль, боль, которая разорвала сердце пополам. Ах, дрожа в агонии, в ее голове появились мысли. Это повторение прошлого? Потерять кого-то только для того, чтобы осознать, что он был дорог мне. Внезапно мир вокруг помутнел. Только тогда она поняла, что по ее лицу текут слезы. Глава 317, третья фаза, 2. Она вытерла свои слезящиеся глаза, и холод сразу же распространился по кончикам ее пальцев. Глядя на слезы, она смутилась. Она видела Ким Хаджина, что был за ее рукам. Он уже мертв. Поскольку это произошло так внезапно, она все еще не могла должным образом воспринять происходящее. Реальность не казалась ей реальностью. Ее разум словно плавал где-то в облаках. Однако она знала, что это совсем не сон. Она уже испытывала это чувство раньше. В тот день умер прошлый босс с группы Хамелеона. Внезапно ее охватило необъятное сожаление. Это не должно было случиться сегодня. Все могло бы начаться завтра или послезавтра. Но я настояла, чтобы мы приступили сегодня. По факту, именно я втянула Ким Хаджина в группу Хамелеона. Я думала о Ким Хаджине как об инструменте, чтобы отомстить за предыдущего босса. Тогда, может, это мое наказание? Она чувствовала, как что-то внутри ее рушится. Эмоции, которые она сдерживала, наконец-то вырвались наружу. Она больше не могла останавливать этот поток. Она уткнулась лицом в его холодную грудь. Высохшая кровь коснулась ее лба. Сцены, которые уже никак не вернуть, вспыхнули перед ее глазами. Времена, когда Ким Хаджин шутил со мной, его ласковое расчесывание, слова, которые он произносил, даря мне кольцо, дни, когда его интеллект и зрелость успокаивали меня. Он защищал меня, но я защитить его не смогла. Я, его босс, ничего не смогла сделать, чтобы помочь ему. Она закрыла глаза и, погрузившись в абсолютно темный мир, заплакала, дрожа и не издавая ни единого крика. Им-им-им. Пока она была в отчаянии, утопая в болоте отчаяния, сожаления, дрожа из-за потери дорогого ей человека, за ней раздался странный голос. Босс, это был знакомый голос. Голос, который она больше никогда не услышит. Голос Ким Хаджина зовет меня, у меня галлюцинации. Подвинься, босс. Слуховая галлюцинация стала еще отчетливее и даже слишком реальной, чтобы оставаться простой галлюцинацией. Я сказал подвинься. Услышав голос еще раз, я подняла голову. Передо мной с невозмутимым лицом стоял Ким Хаджин. Он даже слегка улыбался, что, я сплю, это все просто сон, если нет, то что из произошедшего реально. Мне снилось, что Ким Хаджин умер. Пока она пыталась разобраться из сетей неразберихи, произошло нечто, во что поверить было еще сложнее. Золотой свет начал исходить от тела Ким Хаджина. Неизвестный источник света поглотил его тело. Я сделала шаг назад и внимательно посмотрела на тело. В то, что происходило прямо сейчас, было абсолютно невозможно поверить. Разрубленные половины его тела слились воедино, сломанные кости и разорванная плоть восстановились, и даже кровь снова появилась в его венах. Несмотря на то, что я наблюдала за происходящим своими собственными глазами, я не могла в них не усомниться. Эх, какой позор, чтобы вот так израсходовать жизнь. Ты в порядке, босс? Воскресший Ким Хаджин уставился на босса и улыбнулся. Босс замерла, продолжая стоять в полном оцепенении. Коса лапа насекомого в ее правой руке болталась из стороны в сторону. В следующее мгновение она выбросила косу и прыгнула в его объятия. Она сделала так не по своему желанию. Ее тело двинулось само по себе. Она крепко обняла тело Ким Хаджина. Когда его тело оказалось в ее руках, она смогла ясно почувствовать его существование. Его бьющееся сердце говорило ей, что он все еще жив. Под землей какого-то места в Центральной Африке. Человечество давно проиграло земли Центральной Африки монстрами. Оказавшись неспособными выжить в суровых условиях, люди покинули большую часть африканской земли, в результате чего их место заняли монстры. Закон джунглей, где сильные пожирают слабых, естественным образом взошел на трон главенства. Континент, который когда-то содержал десятки стран, казалось вернулся к своему анархичному происхождению. И так, ты проиграл. Тем не менее, в этот момент на земле, где не было ни одного человека, звучал человеческий язык. Говорящий не был человеком. Он не был человеком, но выглядел как таковой. Его звали Ордын. Он называл себя король монстров и основал страну монстров под землями Африки. Огромный подземный город растянулся словно муравейник и служил гигантской колонией. Ордын был первым и единственным правящим королем этого места. Под его правлением монстры образовали иерархию, и благодаря многочисленным исследованиям и экспериментам, появлялись все новые и новые виды монстров. Люди называли их гуманоидными монстрами, но Ордын называл их не о людьми. Куруру, Куру. Перед сувереном, сидящим на троне, уныло бормотало странно выглядящие насекомые. Насекомые, похожие на человека, стояло на коленях, словно рыцарь, перед своим господином. Ты потерял правую руку. Взгляд короля упал на правую руку насекомого, которая сразу же вздрогнула от стыда. Он, будучи подчиненным повелителям монстров, утратил дарованную ему косу света. Поскольку косу сделать было совсем непросто, его руку уже не вернуть. Не волнуйся, Куруру. Однако король сказал ему не беспокоиться. Он встал со своего трона и приблизился к Куруру. Его шаги, наполненные магической силой, энергично звучали, эхом отдаваясь от стен, а атмосфера подземного города словно менялась с каждым движениями короля. Куруру не знал, что ему делать. Слово каждый раз новое д. Вскоре король положил свою ладонь на отрубленную руку Куруру. Куруру почувствовал слабую боль. Боль, за которую он был благодарен. Из места, где его коснулся король, появилась новая рука. Как и раньше, на ней была острая коса. Хотя она отличалась от косы света, лезвие все равно сияло ярким металлическим блеском. Это лучший металл, который можно найти под землей. Хотя его нельзя сравнить с косой света, эта коса должна быть в состоянии выдерживать магическую силу человека. Куру, Куру, подчиненный выразил свою благодарность за милость короля. Ордын слабо улыбнулся и вернулся на свой трон. Подчиненный, все еще стоящий на коленях, не смотрел на спину своего господина. Теперь пора услышать твою историю. Вскоре в ушах Курукуру снова раздался импозантный голос короля. Курукуру, кому ты проиграл и как? Как подчиненный, он чувствовал ужасный стыд за то, что он не смог выполнить приказ своего господина. Но Курукуру все равно начал рассказывать о том, что произошло всего пять минут назад. Вторжение в Пандемониум подошло к успешному завершению. Огромную роль сыграло возвращение Чок Чингена. Никто не знал, чем он занимался в башне, но он стал еще сильнее, в связи с чем у джиннов не осталось ни единого шанса. Быстрый гигант с инстинктами, превосходящими инстинкты дикого зверя. Заполучив себе ультимативный скилл, энергетический взрыв, Чок Чинген стал настоящим монстром из глубинада. Ха, после этого группа хамелеона вошла в укрытие, подготовленное для нас обществом темной луны. Однако у меня не было времени счастливо радоваться победе. Курукуру, тот факт, что он появился, означает пришествие следующего великого бедствия. Как я и переживал, третий этап в итоге начался еще до конца арки башни желаний. Кроме того, меня смущало еще кое-что. Я повернул голову в сторону, и посмотрел на пристально уставившуюся на меня босса. Босс, ты можешь идти? Нет, даже не так, пожалуйста, иди. Босса стала такой с момента нашей битвы с Курукуру. Она заставила меня лечь на кровати и отказалась отходить от меня. Ты хочешь что-то сказать? Она не отвечала на мои вопросы и просто продолжала пристально смотреть на меня. Ладно, ладно. Я почесал шею и снова лег. Только тогда босс отреагировала, с облегчением выдохнув. Я снова приподнялся. Босс с беспокойством посмотрела на меня. Кажется, у меня нет другого выбора. Я начал сражение взглядов. Мы молча уставились друг на друга, пять минут не издавая ни звука. В конце концов, босс открыла рот. Мне жаль, как твой босс, я должна была защитить тебя, но в итоге защитил меня ты. Для справки, я рассказал ей о своем уникальном скилле. Об откате времени на три минуты и воскрешении тоже. Откат тела. Активируется, когда умирает ваше физическое тело. Ваше физическое тело возвращается в свое состояние за 10 минут до смерти. Осталось два использования. Откат тела. Третья способность стрелки часов судьбы, которая активировалась в момент смерти моего физического тела, возвращая его за 10 минут до смерти. Я рассказал об этом боссу, потому что она сказала, что иначе одного меня не оставит. Тем не менее, даже после того, как я выполнил свою часть сделки, она не ушла. Я в порядке, босс. А я нет. Не стоит сильно беспокоиться о произошедшем. К тому же, мы получили вот это. Я поднял правую руку Курукуру, которую босс подарила мне. Коса света сияла, отражая лунный свет, падающий из окна. Но какая от нее польза? В смысле? Это удивительное оружие. Коса света. Хотя в данный момент она была немного грубой. Когда я очищу и использую ее лезвие для изготовления оружия. Получившийся продукт сможет сравниться с большинством оружия мифического уровня. Хочешь использовать ее? Босс покачала головой. Терерин. В этот момент я получил сообщение от Джейн. Я думаю, это из-за того, что произошло в прошлом. Босс будет в порядке уже завтра. Возможно, она начнет буянить от смущения уже сегодня вечером. Ах, и не забудь снять ее на камеру. Снять ее на камеру? Это звучит как отличная идея. Я поднял свой браслет и начал открыто снимать ее. Терин. Босс сразу же вздрогнула. Че, что ты делаешь? Снимаю тебя. Я не остановлюсь, пока ты не уйдешь. Если хочешь сохранить свое достоинство в качестве босса, ты знаешь, что делать. Босс задумалась, а затем вскочила на ноги. Хорошо. Позови. Если что-нибудь случится. После этого она вышла из комнаты. Пользуясь способностями своих глаз, я увидел, что даже выйдя из комнаты, она решил встать рядом и охранять дверь. Однако вскоре рядом появилась Джейн, которая оттащила ее. Как только она исчезла, я вздохнул. Иху. Я наконец могу насладиться спокойствием. Я снова лег на кровать и зашел в фиолетовый банкет. Вы получили ответ от Дэхён Чичучхоля. Четыре дня назад Чичучхоль уведомил агентство истины в том, что расправится с дьяволом, известным как Плукас. Естественно, я послал беспилотник к храму Плукаса, чтобы наблюдать за ситуацией. Тем не менее, это было не то, о чем я думал в данный момент. Ты труп. Куру-куру, сукин ты сын, ты посмел убить меня? Я пошлю за тобой самого упорного и сильного врага в мире. Я начал яростно печатать сообщение. Вишь, когда я уже заканчивал предложение, из окна внезапно подул ветер, сразу же окутавший мое тело. Все бы ничего, вот только окно в моей комнате было закрыто. Я поднял голову и удивленно посмотрел в окно. Что? На подоконнике сидел неожиданный гость. Насыщенные темно-синие волосы и глаза, мерцающие опасной магической силой. Это было Чин Сахюк. Она уставилась на меня и щелкнула языком. Не ожидал такого. Почему ты здесь? Я слышала, ты умер, но, видимо, ты жив и здоров. Что ты сказала? Я нахмурился. Как она узнала, что я умер? Ты пришла, чтобы тебя еще разок избили? Я не хотел драться с ней в своем нынешнем состоянии, но все равно решил не снижать давление. Нет, нет, я здесь не для того, чтобы сражаться. Я просто услышала, как какой-то кусок дерьма сказал, что ты умер. Поэтому я пришла посмотреть, посмотреть, как ты. Ты же знаешь его, верно? Был. И этот сукин сын солгал мне. К счастью, Чин Сахюк была напугана. Она притворялась, что с ней все в порядке, но по факту не могла даже встретиться со мной взглядом. Мы можем сразиться, если хочешь. Я, я же сказала, я, я здесь не для того, чтобы сражаться. Хватит заикаться. Я просто хотела плюнуть-плюнуть на твой труп. Если ты и правда умер, я ухмыльнулся. Вот. Вот такой была Чин Сахюк, которую я знаю. Я внезапно вспомнил эпизод из оригинального романа. Чин Сахюк сотрудничала с Ким Суха, чтобы победить дьявола, заявив, что именно она убьет Ким Суха. Все верно. Я умер. Просто после этого я снова ожил. Ты что? Это мой скилл. Лицо Чин Сахюк исказилось. Что это за ненормальный скилл? Проворчала она, а затем, глядя на мое тело, добавила. Существует кто-то, кто может убить тебя? Я не ответил на ее вопрос. У меня внезапно появилась странная мысль. Соавтор оставил ее как последнего босса или изменил ее на нейтрального персонажа, которого можно убедить. Хотя и немного неожиданный это был важный вопрос. Даже Куру Куру был значительно усилен. В ситуации, когда в любое время могут появиться враги сильнее Куру Куру, Чин Сахюк может стать таким же сильным союзником, как и Ким Суха. Ну, если ее удастся убедить, чтобы найти ответ, я задал ей вопрос. Эй, почему ты живешь? Я что? Ты нарываешься на драку? Чин Сахюка шарашина посмотрела на меня, но когда встретилась со мной взглядом, то вздрогнула и отвернулась. Я ухмыльнулся. У людей есть свои причины для жизни. Я спрашиваю о твоих. Я пришла не для того, чтобы слушать какую-то херню. Я пошла. Уже, я подтвердила, что ты жив. Это даже здорово. Ну, то, что я знаю, что ты можешь возродиться. Это значит, что я смогу убить тебя несколько раз. Чин Сахюк попыталась сбежать. Однако я использовал эфир и схватил ее за запястье. Я чувствовал, что у меня не будет другого шанса, если я отпущу ее. Чин Сахюк будет продолжать избегать меня и когда мы встретимся снова в будущем, непременно начнется серьезная битва. На этот раз я спросил конкретней, ты хочешь вернуться домой? Чин Сахюк на мгновение остановилась, но не ответила. В итоге, у меня осталось других вариантов, кроме как в качестве приманки назвать определенное слово. В плерион, Чин Сахюк сразу же напряглась. Ее тело застыло на месте, а магическая сила похолодела. Чин Сахюк медленно, очень медленно, повернула голову в мою сторону. Шок и подозрения мелькнули в ее глазах. Не говори мне, что ты тоже трансмигратор. Я улыбнулся и покачал головой. Нет, не шути со мной. Чин Сахюк внезапно закричала. Черт, а что, если босс услышит тебя и поспешит на помощь? Ответь мне, откуда ты знаешь имя королевской семьи? Мы можем поговорить об этом позже, когда у нас появится такая возможность. Ты так сильно унизил меня, даже зная об этом. Тон Чин Сахюк изменился. Она сделала шаг вперед, схватила меня за воротник и закричала. Объясняй, ты можешь умереть, если не отпустишь меня прямо сейчас. Пять секунд до прибытия босса. Я поднял руку и начал загибать пальцы. Пять, четыре, три, два. Однако я, казалось именем королевской семьи задел Чин Сахюк за живое, поскольку она отказывалась отступать. Затем, когда я наконец закончил отсчет, пуруруру, внезапно у меня в ушах раздался сигнал Спартана, который означал, что на двадцать семь этажей что-то случилось. Объясняй. Эта женщина продолжала кричать мне в лицо, но у меня не было на нее времени. Спартан воспользовался своей властью и силой вернул меня в башню желаний. Глава 318. Третья фаза. Три. Двадцать семь этаж, первый этаж башни короля демонов. Вместе с искажением в пространстве, я оказался в совершенно другом мире. Телепортация была внезапной и довольно интенсивной. Мое тело оказалось в небе, а затем рухнуло прямо на землю. Я сразу же ощутил волну подступающей тошноты, но боли не было. Быстро восстановив самообладание, я открыл глаза. Итак, я внутри башни. Это можно было понять даже просто по моей экипировке. Мантия, в которой я был в прошлый раз, когда занимался делами в башне, заменил пижаму, в которой я лежал всего пару секунд назад. Ку-у-у. Внезапно я услышал сзади стон. Я оглянулся, только чтобы уставиться на Чин Сахюг. Ситуацию понять было совсем не сложно. Скорее всего Чин Сахюг была втянута в зону нестабильного призыва Спартана, а затем послужила подушкой, на которую я и рухнул. КХМ. Я оставил ее в покое и встал. Темно. Все, что можно было понять, это то, что я оказался в какой-то темной пещере. Где я? Подумал я, как вдруг услышал крик Спартана. Пуруруру. Через мгновение большой орел уже оказался у меня на плече. Итак, что же случилось, что ты позвал мне так срочно? Пуруруру, пуруруруру. Не отвечая на мой вопрос, Спартан только потерся об меня головой. Серьезно, что случилось? Обычно он такой холодный. Что, что такое? Пуруруру. Пуруру. Ладно, ладно, объясни. Сначала ты должен все объяснить. Спартан потерся об меня еще два раза, а затем наконец решил поделиться со мной тем, что видел. Перед моими глазами появилось то, что произошло с группой Айлин. Не переставая хмуриться, просмотрев все от начала до конца, я спросил. Их бросили в тюрьму? Пуруру. Спартан кивнул. Вот о чем он все это время думал. Группа Айлин проиграла нескольким демонам и попала в тюрьму. Все это было частью грандиозного плана, разработанного ведьмой, которая была одним из ближайших советников короля демонов. Спартан пытался связаться со мной, пока не стало слишком поздно и их еще можно было спасти, но наша связь внезапно оборвалась. Спартан смог найти этому только одну причину. Его владелец умер. Как бы он не хотел этого отрицать, другого объяснения не было. Спартан плакал от горя, пока его слезы не закончились. Однако, выжав свои глаза досуха, Спартан вдруг понял, что связь вернулась. Сразу же после этого он перенес меня сюда. Ты, что, правда так расстроился? Пуруру. После раскрытия полной истории, наши глаза встретились. Я чувствовал то, что прямо сейчас было на душе Спартана. Сегодня его сверкающие глаза казались особенно очаровательными. Впервые с моего со Спартаном знакомства я обнял его. Он тоже обхватил меня своими крыльями. Наши трогательные воссоединения продлилось бы дольше, но нас прервали. Ты, за нами раздался голос шатающейся девушки с растрепанными волосами. Это была, очевидно, Чин Сахюк. А, так а почему ты взял сюда и ее? Пуру, Пуруру. Это была ошибка. Я втянул ее по ошибке и из-за этого потратил слишком много магической силы, ответил Спартан. Имя королевской семьи, как ты узнали о ней? Чин Сахюк все еще была одержима плерионом. Ага, этот ублюдок, Ким Суха, должно быть, сказал тебе. Этот жалкий. Пока я наблюдал, как Чин Сахюк бормотала себе под нос. Вин, завибрировал мой браслет. Я посмотрел на экран. Проблема, Чин Сахюк обладает гордостью и достоинством члена королевской семьи. Однако ее действия и образ мыслей, описанные в оригинальной истории, слишком беззаботны и незрелы. Решение. В качестве защитного механизма Чин Сахюк решила запечатать свою гордость королевской особы. Можно сказать, что у нее произвольное раздвоение личности. Я, что, слишком поспешно упомянул плерион. Неважно, что за тривиальное изменение. Я слегка вздохнул и посмотрел на Чин Сахюк. Ким Суха мне об этом не говорил. Что, тогда откуда ты знаешь имя это? Теперь она даже начала говорить, как королевская особа. Без комментариев дэ. Я пожал плечами и ответил. Я же уже сказал, что расскажу о деталях позже. Трагедия королевской семьи Плерион, которая когда-то управляла целым континентом. Трудности, с которыми пришлось столкнуться их девятилетнему принцу. Ну, я имею в виду, принцессе, когда ее королевство было захвачено демонами. И причина, по которой у них не было выбора, кроме как искать убежище в другом мире, на земле. Предыстория растущего финального босса была не такой уж и простой. На самом деле я приложил больше усилий, чтобы создать ее, чем Ким Суха, хотя конечный результат не оправдал моих усилий. Так что просто подожди. Не забывай, я знаю того, чего не знаешь ты. В любом случае, причина, по которой я держал все это в тайне от нее до сих пор, заключалась в том, что я думал, что может наступить время, когда мне понадобятся психологические атаки. В конце концов, использование слов, чтобы ослабить злодея, не имеющего себе равных в физической силе, было знаменитым клише «ты, наглец». Скорее всего, следующим словом должно было стать именно это. Я резко подошел к Чин Сахюк. Расстояние между нами сократилось в одно мгновение. Я смотрел в ее глаза на расстояние, при котором наши носы почти касались. Чин Сахюк, которая всего минуту назад кричала во всю грудь, внезапно затихла. Я продолжал смотреть на нее, ничего не говоря. Мне даже не нужно было ее запугивать. Я просто стоял на месте, но страх уже пожирал Чин Сахюк изнутри. Ее глаза моргали, а губы шевелились, но она не могла издать ни звука. Вскоре ее взгляд упал на мою ключицу. А ответь сейчас, прямо сейчас. Даже когда она была напугана до смерти, ей удалось закончить то, что она хотела сказать. Спартан, можешь отправить ее обратно? Игнорируя ее, я снова посмотрел на Спартан. Он кивнул, хлопая крыльями. Пуруру. Нет, нет. Подожди секунду, Ким Хаджин. Ты был советником. Или, может быть, пророком. Увидимся. Не торопись и все обдумай. Ладно. В следующее мгновение тело Чин Сахюк было втянуто во что-то. Спартан силой перенес ее обратно. Пуруру. Я передал сферу регенерации Спартану, которому было больно от чрезмерного использования своей власти. Может мне не стоило говорить ей этого? Однако сразу же после отправки Чин Сахюк я начал сожалеть. Возможно, я опрометчиво сказал что-то опасное. Ну что ж, история после третьего этапа. Я перестал писать на четвертом этапе. До момента, когда история перейдет в свободное плавание, осталось не так много. Конец близок. Пришло время для того, чтобы начало всплывать прошлый Чин Сахюк. Думая о конце, я внезапно расстроился. Что будет со мной, когда все будет кончено?